Спасибо, что напомнили. Для тех, кто смотрит в записи, мы в середине процесса Old Random Cup. К счастью, вы не увидите матчей первых двух турах, когда я насливал Лавлиету и выиграл Ареникуса. Вот. Хотя игры были интересные на самом деле. Интересные. Но самое главное, вы посмотрите, что там, четвертфинальный, полуфинальный матч Old Random Cup 27-го, в котором принимает участие несколько китайских сильных игроков, включая Юмико, Элис, Ксяукая. Один кореец, Лолайт, который уже не первый раз, и прошлый турнир, насколько я помню, затащил. Это, в принципе, один из топовых игроков мира. Ну и, конечно же, наша бригада Бравая, СНГшников. В данный момент Шейк будет сражаться с Ксяукаяем. Реинфорсмент ждет его в полуфинале. Стейл против Лолайта. Евпат будет ждать либо Элис, либо Юмико. Одного из двух китайцев. Сейчас они подчеркают еще карты. Вот. Всем добрый вечер. Хорошего настроения. Смотрим. Куст Беляк пришел, а, это про запись стрима он спросил, точно. Я не обратил внимания, что он белый. Последние, конечно, дни особенно много новорегов и новых стримеров. Это очень приятно. Что, наконец-то, биткоин... Что, капота? Что? И скидки дает ссылку на... Надо битки, что ли, скидывать? Или уже поздно? Крониус Икс говорит, почему на ГГН нельзя как на Ютуб запись перематывать? Потому что на этом нужно очень много ресурсов. Ты говори, потерялся что-то. Да, я не помню, когда последний раз видел, что он стримит. А, скажем, там, пару недель назад у него трансляции, ну и ранее, были чуть ли не каждый день. А чтобы продлевать подписку из Беларуси, нужно мир оформлять. Да, это один из вариантов, кстати. Это один из вариантов. Вроде подчеркали. Ринфорсмент зашел. Привет, Столин! Здравствуй. Здравствуй, Столин. Вот, а у нас сегодня, что, хороший тоже день. Приехали, пообщались, покушали, попарились. Женец там кота какого-то повязала, увезла черного. Он не знает, что его ждет. Все начнется со стерилизации. Потом залюбят его. Завтра неделька начинается. Продолжается много разных интересных процессов. Новые функции на ГГ пытаемся оперативно вводить. Появился рестрим на Trovo, кстати. Такая полноценная интеграция. Вы в целом через наш рестриминговый модуль можете бесплатно ретранслировать на неограниченное количество площадок. При этом интеграция над свечом из Trovo есть. Типа там нажал, привязал аккаунт, погнали. Сколько у вас в буфере видео со стрима хранится? Сколько стоило расширить до 10 минут? Только ради перемотки захожу на стрим на YouTube. 10 минут перемотки хватило бы за глаза. 10 минут, конечно, это совсем не проблема. Возможно, частично проблему решит тема с перемоткой из собственного кэша. Ну, то есть мы-то вообще ничего не храним, кроме некоторых трансляций. И то ограниченное время. А то, что на плеере с стрелочками ты можешь на Goodgame перематывать, это то, что ты уже сам посмотрел, то, что у тебя накопилось в браузерном буфере. Почему у меня плеер GG не лагает? Вы что-то сломали там? Там была серия фиксов на оригинах. Плюс вот эти магистральные темы какие-то. Не знаю, может, это тоже как-то повлияло. Там уход, измени маршрутизации, что-то еще. Вот. Были же попытки с DVR-плеером. Ну, он все еще есть в будущем, но это не приоритет. Мент 2. Убедись в том, что у тебя VPN не включен. Сейчас очень многие ставят VPN для того, чтобы иметь возможность добраться до сервисов привычных. Учитывая то, что в Клининграде, возможно. Как только вы ставите VPN, весь трафик из браузера у вас начинает идти через какой-то другой сервер. А для стриминга это довольно критично. Нет VPN. Тогда рекомендую посмотреть speedtest.goodgame.ru и посмотреть на скорость, на замеры. Кстати, слышал про отключение рефт-лонгутского интернета. Это правда? Какие последствия? Лучший пинк... А, я не в курсе. Изувер говорит, у Гугла получилось, потому что они же скупили. Мне скупили, Твич повторить не смог. А так, ГГ топ за Реган с 2008-го. Смотрю тебя с 2006-го. Спасибо за топовый сайт. Поддержка Варкрафта. Спасибо, Визувер. Что меня троллит, спрашивает Кост? Не троллит, все в порядке. Это традиционное теплое отношение к новорягам. Так, Ксяокай. Шейх за орков. У Ксяокая первый архмак. Мастер Пепка, здравствуй. А там Варден. За орков Варден. В целом она хороша, например, чисто против архмага. Ну, просто потому что она его убивает. Раз на раз. Город в осаде. Варя добила. Важный был килл, потому что архмаг не получает второй уровень из-за этого. Армию игрока атакуют. Варя рядом находится. Тут постепенно выходит в хатхантеров. Причем через гранта стартанул. Элементаль все равно выходил по сроку и мог позволить себе потанковать. Да, грамотно играет, конечно, китаец. Шейх рядышком. Не хочет давать ему крепиться. Может быть, когда у него у самого будет там 3-4 тролля, и он уже по темпу начнет... Да, наверное, так и будет. Видите, он закупил еще одного арахнида воина. Подошел хатхантер. Бедная Варя, а. Как ей достается. Сетка пишет, Сталин. Нормально, что ли? Но вообще, надо. Надо было в месседжер ДДД добавить, а совсем забыл. Армию игрока атакуют. Тут криппинг продолжается. Вполне должно ксяока устраивать то, что он с архмагом и с там с арчами скрипится. Темп хороший благодаря элементалям. Архмаг в целом в криппинге универсально полезен. И для второго, третьего героя, и для там медведей, например, и для Дриад. То есть у эльфа очень много хороших юнитов. Лайтнинг щилд можно использовать на элементале. Да, догадался сразу. И Шейк молодец. Но ему тут уже ладить нечего, к сожалению. То есть он должен принять факт, что противник, во-первых, может поставить экспант, во-вторых, тебе придется вернуться. А где магазин? Сейчас тайминговый магаз пойдет, ребят. Ай, блин. Тайминговый магаз. Как я его люблю, а? А, нет, все, он был построен. Я слепой просто. Слепошара! Варя крепится. Внимательно следить нужно за экспандом врага. Архмаг 3, а не третий. Архмаг будет скоро третьим. Варя должна замазываться, должна тоже получить третий. Потому что третья варька уже сможет бегать за Архмагом, особенно таким, у которого три предмета не влияют вообще никак на его выживаемость. сам заказывает второго героя. Выманивает грамотно нейтралов для того, чтобы Варден получил опыт, но он не знает, ему не хватает разведки, где находится противник. И сейчас может произойти неприятный момент. Ну что, типа, ты прибегаешь к противнику на базу, которой нет, а к тебе залетает уже на мейн, а ты в противоположной части карты. То есть нужно покупать персоналку здесь, телепортироваться, прятать рабочих в Бору, на персоналке резать либо Арчей, либо Архмага. Черт его знает кого. Может быть даже Арчей целесообразней. Нет, Архмага начала резать. Рабочие выстояли, хорошо. Лечевка! У-у-у! Новый надо кинуть, ага. Не, неплохо. Минус телепорт на... На что? На одного Скорпиончика, плюс сам еще потерял Арчу. Тут выход в Т3 через лорница. Самый универсальный вообще вариант сейчас, особенно с Архмагом. В Медведе хорошо выходить. Постоянный реген, все хорошо. Да, возможно, Арчи было бы лучше. Там было видно, что он справляется. А так... Так он бы... Если бы играл Ла Лайт, скорее всего, он бы работал по Арчам. 95% что он работал бы по Арчам. Просто ради экспы для Варден. То есть... Герой, ты можешь тыкать, он селепортируется, Арчи... Они не особо переживают второй даггер. То есть ты кидаешь даггер, делаешь удар, она умирает. Там в хайде, не в хайде, не важно. То есть там не смог бы ничего... Каким бы ты контролером не был, ты все равно не сможешь Арчу от второго даггера спасти. Блин, как же хреново здесь Шейк стоит, а? Просто протанковал лицом Варри, пытался убить элементали, не получилось и отступает. А там уже Медведи выходят. Слипа Дредлорда. Есть стаф, все равно мага не убить. Блин, грамотный китаец, а? Подрезает хатхантера. Вот, Арча минус. На спидаху бегает. Кстати, будет слип еще один, скорее всего. Дредлорда может заслипать. Сколько у него? 90? 80-70? Или как там? 80-70-60 слип? Кажется, 80-70-60 и мы уже фиксили слип. 175. 175? Мне казалось, что 100 это старое значение. Но... армию игрока атакуют. База от эльфа. База от эльфа звучит реально очень логично. То есть, в тот момент, когда ты вот здесь вот отогнал и пару юнитов подрезал убегающего противника и понял, что дожил уже до медведя, а он отступает, нычка... Ну, то есть, у тебя вот в этот момент как раз и появилось преимущество. Поэтому экспант очень грамотный и очень своевременный. Ага. 190-75? Раньше было 175-50. Потом, кажется, сглаживали эту границу. Уменьшали верхнюю и поднимали нижнюю. Оп. Зачем новую тратить в эту вторую арчу? Блин, какая боль. Как только ты доживаешь до медведей, ситуация меняется. Телепорт не дожать. А, блинг есть. Ну, нельзя сражаться. Бедный, бедный шейк. Каждый новый медведь прибегает, восстанавливает сразу до восьми сотен здоровья. Представляете? Это без учета регенерации архмаговской сумасшедшей. То есть, все, сейчас эти медведи будут дотекать. Есть шипы, есть Т3. Шаман вышел, видимо, для того, чтобы Пурджем убивать. но вот что здесь делать? Загоняет просто шейка на базу. Ну, идет спам. Элементали, против которых ты должен в шаманов выходить и пытается дойти до Бладласта. рабочий выходит несвоевременно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Чьи-туба технически проблемы у нас сегодня с Ютубом. К сожалению, аспиранты не удалось рестрим пустить почему-то. Ну, присылал там график доступности в красном. Далеко отступать. Китайцы не будет. Приходится восстанавливать производящие здания. Шаман все еще адепт. Улучшение на мастера не доделалось, к сожалению. И при этом у эльфа с базой. Идеальная вообще ситуация. То есть, он даже и может наверное продолжить эту осаду. Может продолжить эту осаду. Но просто не хочет. В этом у него есть выбор. он может немножко вот как он сделал. Отойти, перегруппироваться. Опять же подождать, потому что у него-то работает экспорт. Шейк взял какого-то сатира душекрада, умеющего делать маноберна и вызывать скелетов. 50 лимита к сяо-кае. что гипотетически вообще может помочь Шейку выиграть? Своевременная атака. Там виспы Бладлас не работает нормально. Противник довольно бодренько должен. А, еще одна база. Капец, такой наглый. Ну, сейчас заставит стелепортироваться скорее всего. Тут полдюжины медведей. А, не, он пошел трейдить, кстати. Он понимает, что его медведи вполне себе бодренько смогут по, это самое, убить главную базу. Да, там шипы, но тем не менее. И ты можешь заставить человека если он стелепортируется, ты в плюсе. У тебя там две-три базы есть. То есть, тебе выгодно разводить телепорт на телепорт, время работает на тебя. Все, медведи пошли жрать цитадель. Здесь шахта под ударом. Телепорт пошел. Все, телепорт на телепорт можно сделать спокойно. Почему-то не делает этого сейчас сразу же Ксяокай будет сражаться. Да, армия не выглядит какой-то прям сверхъестественной у Шейка. Медведи с дикой скоростью регенерируют манну благодаря архмаговской второй ауре. В результате там окопать рудник, эту базу раскачать, при этом еще угрожать мейну. Шикарная ситуация у китайцев. И главное, он же понимает все. Ну, то есть, что ему нужно делать, как ему нужно делать. Красиво он, Шейка. Ларда на последних хитах сейчас блинкуется, умирает из-за того, что у Архмага был НВУ, а у нее не было. И Шейк пишет ГГ. 1-0 в пользу китайцев. Они реально берут числом. Просто берут числом. здесь Юмика одержал победу над Элис. И Евпад будет играть Юмика. Удачи ему. Блин, как же тяжело. Ну, тут явно Азиат выигрывает. Ну, а как? А как? В верхней части сетки там, скорее всего, будет Лалаят и Юмика в полуфинале. Внизу реинфорсмент, судя по динамике, пока что будет играть скорее с Ксяукаем, а не с Шейком. Неужели реинфорсмент надежды наши? А где Джонни? Да, да, вот нет Джонни Кейджа, нет Хавка, нет Фогича, могли бы, нет Блэйда, вполне же могли бы затащить, Кэша нет. Не азиатая Катейца, Катейца, Катейца побеждают. Я аж про Хапача не говорю, ну, как бы, не знаю, он тут заблочен, не заблочен, хрен его знает. Вроде в банлисте его нет, но тем не менее. Даже без него чаще всего наши останавливали Катейцев на АТРе. Ну, по статистике. Но здесь явно нужно брать, ну, то есть нельзя рассчитывать на одного-двух игроков, потому что Катейцы приходят в пятером просто, в шестером. Как у Фоги ну, он в Беларуси живет, все, ну, вроде нормально. Эмадга говорит, так Джонни нет, кэш передопинговался, кому останавливают-то? У Фогичу на эльфах остается. Нейтрон был, но вот Нейтрон, к сожалению, проиграл. Шейк эльф, эльфийский матчап у нас будет, Мирор. Ну, будем болеть за реинфорсмента, чушь. Нет, я только за болеть реинфорсмента, просто переживаю за шанс. Опа! Что-то, что-то не... Я еще думаю, вроде близко к шахте, то есть тут не важно, сколько им нужно бежать, если ты... Ну, если бы был бесконечно дальше лес протянут, они все равно бы срывались и пытались бы добежать. Близко к шахте расположил дерево, китайцы вынужден был его... А вот, смотрите, знаток игровой механики, Шейк знает, где дерево ставить. Лаймсмит, возможно, да, кстати, в этом причину. Возможно, что-то там нахлынуло. Это был огрыз чатика. Второй раз чуть-чуть более сейфово поставил, но все равно он так близковато. Лайяру отдельный привет. Ай, Лайяр! Ай, Лайяр! Пересеклись, увидели, что оба за эльфы играют. Ну, сейчас глянем на героев. В эльфийском мироре очень важные герои. Добрый вечер, повар, привет! Сыхай и Дредлорд! О-о-о! Оба мега полезные! Даже не знаю, кто полезней. Вообще, Дредлорд, конечно, если вы особенно сыграете им соло, с одного барака арчи, криппинга сразу в Т3 в Медведе, он будет очень классным. Ну, представляете, у вас, вспомните, как в эльфийском мироре решает выпавшая аура вампиризма. Ну, вот, вы играете эльф на эльф, оба играют одинаково, но одному выпадает вампиризм, плюс 15% возврат урона в здоровье. У этого товарища на пятом 50%, 50%. Стенка на стенку с медведями Дредлорд ушатает все. А потом, при любом удобном размене, шестой уровень инфернала и конечная. Но, СХ может позволить вам сыграть универсально и агрессивно. Через там второй хил какой-нибудь на Т2 пропушить с миллионом арчей со вторым каким-нибудь случайным героем. Хотя, как ты будешь Дредлорда пушить, если он через сварм будет развиваться? Да, наверное, Дредлорд это топ-1. И задача СХ на самом деле сейчас это получить какой-то минимальный уровень, а может быть надо было с самого начала бежать. Приходишь, все, и мешаешь Дредлорду качаться. Потому что вот, чем больше я смотрю на перспективы, тем меньше шансов у Сахи против Дредлорда. Кто-то может сказать, ну там можно в Дриадок поиграть как-нибудь, но человек если захочет играть через медведей, вы его сильно не заставите не делать так. Вы можете поставить экспант, но он вас таймингово может с медведями первыми запушить. Вы можете попробовать его подпушить через Дриад, но скорее всего он все равно доживет до медведей и будет сжирать вас потом. Короче, не знаю, как с Дредлордом быть. Ну это пусть китайцы думает, да, как с Дредлордом ему быть. По сути Шейку надо продолжать криппинг, выходить через Хантерс Холл в две лорницы. Я бы на его месте не добавлял даже второго, третьего героя, потому что ты никогда не знаешь, повезет тебе со вторым и третьим или нет. А с Дредлордом тебе определенно повезло, поэтому я надеюсь, что Шейк не будет портить криппинг героя этого. Если воздух против медведя. Ну, есть торба, есть сварм, воздух он очень дорогой и все равно закидывается. Ну, феррики, конечно, хороший вариант. Я бы, наверное, через Дейла против Дейла через экспанты ферриков бы играл. Это как раз провокация, которая так просто не Дредлордом не за два Дейла лучше, чем один тут. Не-не-не. Тут второй Дредлорд тебе вреден. У них ауры не стакаются. Он будет отжирать больше, чем половину экспы у первого Дредлорда. поэтому... О, пошел Веспов убивать! А, да, еще гиппогрифами с этим саурой можно ищет Веспов, но грамотно что-то распределил все. Дредлорд турбированный, как вы видите, ботинки, все, есть. красиво. Красиво он Веспов поставил. Правильно делает шейк, что проверяет вражескую базу. Ну, вообще, молодец. И не делает второго героя, сразу грейт на Т3. Молодец, все. Аура, правда, первая, к сожалению. Надо Дредлорда до четвертого сейчас качнуть где-нибудь со своими арчами взять, пойти качнуть Дредлорда до четвертого. важный хороший момент. Шедера прикупил противник. Дредлорд напоминает этого из Дотки. Тоже там такой быстрый был, помните? Как его звали? Найт Сталкер. Там ульта, ночь вырубаешь, воид кидаешь, Баланар. Да, Баланар. Сигюн говорит, чекни почту, верт. О, хорошо, Сигюн. Но вообще я проверял и сегодня днем, если у тебя что-то новое, только если не новое, а старое, я пропустил, то, пожалуйста, пришли еще розык письма. Разводит на телепорт. Отменили, к сожалению, нам одну лорницу. Так, а здесь нужно уходить на... Ай! Сварм! Сварм сейчас будет! Нет! Можно было виспов поубивать. Сварм не откатился, видимо, да. Он боялся второго хекса, что он дредлорда потеряет. Да. Шейк идет крепится. Кем-то идет крепится, кем-то продолжать идет харасить. Шедра бы забрать конечно зерем беда да с деревом беда достраивать висков на т3 делает great на медведя ну ему лорницу отменяли возможно висков убивали дредлорд прибегает на базу ведь что висп чин и не должно хватить а я раз-два-три минус шедер на на и персональный телепорт от шейка на криппинг хорош не на криппинг надо домой или куда он репортировался а и вот где дредлорд домой видимо я позевну выпадает же иллюзии тоже хорошая вещь особенно против медведей ну возможно стоит пока вот первые медведи появляются докачать дредлорда до пятого и взять на пятом не третий сварм а вампиризм и медведи будут дико отжираться 50 процентов урона 50 процентов урона возврат это считаете у вас сразу там не за 4 грейда на атаку или на защиту выбираете любой просто вместо медведей 0022 выпадают артефакты к сожалению не помещаются уже в инвентарь нужен какой-то оружий носит медведи выходят сварм хороший висп минус появляется первого медведя что не очень хорошо хекс на ага на медведя и на него оболишь вот и начинается ой начинается дредлорд давит сварм 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 бежи ай я не знаю какой точно кд у сварма к сожалению отлично минус еще одна арча дриадку отконтролил шейк спас свар чуп старается подконтроливать здесь став а удастся ли ему вообще тинкера спасти своего что манны на лечении нет о хорош сдуло просто shadow hunter без манны с телепортом пытается не надо за ним бегать надо сразу бежать к нему на мейн ну какой смысл сейчас от телепорта толку нет можно поставить базу кстати проверить вражескую идти в атаку сейчас очень хорошая ситуация для того чтобы реализовать первых медведей и потенциально пятого дредлорда но что-то не торопится шейк с атакой идет на красный видимо хочет воспользоваться хочет получить пятый и хочет может быть поставить секс черт его знает крепинг идет арчо отдается специально зависит торча только только съедает она мешала появиться медведя в рамках лимита 50 ну и дредлор здесь сто процентов 5 как верится и я уверен почти на сто процентов что это будет третья аура они они 3 3 с вами зачем там медведи 00 здесь медведи 01 еще какой-то да у него есть на 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 3 сварма сварм более универсален ну ладно на сто процентов говоришь да неловкая ситуация сатман и возможно да и за количество ман он решил что ну еще амулетик выпал который into прибавляет когда герой в инвизе не работает аура медведи пока не отжираются дредлорд увидел что виск куда-то пошел направо надо бы проверить есть там база или нет ну мы то знаем что нет но проверить надо бы минус мануэл рык арба есть хорош сварм факта вообще не не работает дредлорд грамотно держит дистанцию прям красава еще один сварм вжух shadow hunter еле живой сейчас хекс наверно будет откидывается хексом но так надо телепортируется правильно я уверенна уверенно доминирует в этой в этой игре шейк как можно доминировать неуверенно дагоги 1111 ну хочется чтобы наши прошли представляете тут тут in in в не помню еще один китаец не зашел не дошел если шейка становится сяукой они как как просто молодцы в полуфинале решат кто финал пройдет до фрэви фрэви можно было до и до инфернала потерпеть конечно чтобы этот на голову упал как в самом первом синематике посвященному warcraft 3 помните там где футмен с грантом зарубаются под дождем и под знаменем и инфернальчик падает зови меня мой господин пожалуйста если ты не против да 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 какие то сразу ролевые вспоминаются лазилаки да и есть такой баг что флаг не китайский ну что у шейка все шансы есть особенно если андыды ему зайдут алекс мит спасибо большое за информацию лучше сразу на саппорт это отправлять если не сложно саппорт собаку гим точку ру чтобы я не отвлем калса во время стрима так шейк за орков сяукой за альфов мы увидели что он или в такой не самый сильный с другой стороны и шейк то за орков тоже успевал успел проиграть ему когда он был в первом матче за за эльфов выравниваем счет все пропала шеф горит реинфорсмен реинфорсмен соберись просто соберись покажи свою лучшую игру пошла разведка более инициативным все-таки китаец а может просто потому что он эльф ему эльфийская разведка самая такая наверно дешевая потому что во первых быстрая во вторых ты меньше все ресурсов теряешь из-за того что быстро и из-за того что ты можешь неподалеку остаться и добывать лес шейк играет через грантов что странно диспанс пока не знаю почему не на нормы графики да вроде нормально графика лучше я лучше не видел лич первым героем и шейка а там дк за эльфов смотрите дк с койлом что он может кайлить себя не может эльфийских юнитов не может живых героев которые вполне вероятно выйдут после не может лича он нюкать тоже не может в результате койл у него это исключительно метод криппинга висков виспы его может пионов калить ну и там грантов что тоже не очень классно да не очень хороший начал ренфорсом нормально вроде все шейка может поиграете но это это неприятный момент они должны играть за одну команду вот эти вот парни они чаще всего воюют по за анденов вместе а тут занесло их хантер кайлами добивать там нет хантеров там гранты ну он будет ауры и светить может быть и надо было первую ауру брать они койл красиво когда автобаланс раскидал друзей в противоположной команды армию игрока атакуют так виспа загнали шейк тут рядышком улича нет ног не личок всегда парила вы что в этом и смысл там там только верхняя часть гранты при этом ведут себя тоже довольно агрессивно возможно даже им удастся отменить хантерс холл хантрис здесь закрытием некоторых ресурсов пропадающих игр обстоящих слуг к легального просмотрения планируется выпуск мерч символика мечтать ломать ой пока у нас чисто краткосрочные планы собираем информацию о происходящем и вводим на ггм вещи которые прям ситуативно нужны ну самая свеженькая этого 3 стрим на трава например интеграцию с ним или там какую-то там лайтовую партнерку планируем сделать для новых стримеров ну и самое главное конечно это то что мы разными способами готовимся к к увеличению нагрузки который уже растет как я уже сказал и количество стримеров каждый день регавшихся по 50 по 60 человек и в среднем онлайн увеличивается короче будем думать момент сейчас очень хороший для того чтобы работать в это время не отстает шейк от хантерс холла тоже поздновато наверное и вот имеет смысл отменять доты 2 для того чтобы сдвинуть тайминг плорниц сейчас уже поздновато к сожалению жук вторым героем он тоже неуязвим получается для деки для койлов и очень хорошо заходит против фарчей то есть мы берем сейчас импл какой-нибудь так а это что у нас это рейдеры масса рейдера причем армию игрок атаку что же собирается делать антар салт единственное здание в который ходить не может мунвелла не ходят тоже химерницы не ходят а так все остальное ходит алтарь и не ходят новая импл тут лич вторым героем здесь повезло безусловно китайцу к сожалению потому что а импл есть на четырех арчей нового минус арча виду старая врывается грант еще импл чем был не тратит ману тратит на еще один мпл молодец может быть надо было да я вдумаю для леча для dark ритуала может быть жука через жуков надо было качать до против эльфы такая себе страта но у него было бы маны анлим эльф пытается остаться на т2 шейк очень агрессивно играет ледокол но очень толстый троллинг конечно прям у взрослые дяди сидят кого ты пытаешься дотой стригерить хочу так много мертвых героев это это невероятно то есть мертвых героев мы там считали шесть штук шесть или семь штук четыре родных и там еще раз два два всего нейтральных два нейтральных рейнджа копит больше нет нейтральных мертвых рейнджа копит шесть героев чё ты взял что мы на голову не ходят может они стесняются просто может быть шейк пытается там сразу как-то о кота поймали этот код видимо против как раздряда и против этого против рейдера шел телепорт армию игрока такую тут т3 первые медведи блин а как же нам запушить его мы можем его убить до появления медведей и арбы а там пилыш был до золото добывали 51 папский лимит обкип работает у шека есть возможность я думаю задавить армия приличная но герои не очень из-за того что мы постоянно себя агрессивно вели да и моё что заметали город в осаде вы верны я шейк упустил момент атакуют ст3 к сожалению и что он теперь делать ну что он теперь делать медведи просто шатают и грантов и рейдеров тем более я не говорю о героях которые там первое уровня а если это лорница снести не будет медведей мастеров о медведей мастеров не будет какое-то время импл шикарнейший на все риджу вы виверны убивают ряд в сетке вот новую ряды в сеточке медведи без формы отдаются на грантах и рейдерах что реинфорсмен готовься с шейком воевать мастеров как не было так и нет не делает грейд в верхней лорнице рейдер на это самое нарезают круги вокруг юнитов падают хантрески да медведя 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 а он леча хочет убить минус линч что там был дк со вторым койлом ой такой слопок невероятно все таки шейк нашел момент вот если бы не отмененный апгрейд на мастеров если бы не нужное сражение от китайцев здесь не должен был он сражаться он должен сидеть и бояться и ждать грейда у этих у под протектором под деревьями под мунвеллами сейчас у шейка реальные шансы добить эльфа еще не факт но очень хорошо не отменяет поплыл кажется китаец не отменил строящийся магаз 2 лорница до пытается достроить снова медведя не мастера лично половину в алтаре до шансы есть мы там по героям его почти догнали но черт он же виверными мы его не убьем слишком слишком слабенькие они до достраивает рейдеров для контроля для сеток тут какой-то тролль приходит хотя должен спать а вот это хороший момент можно потыкать в деку об импейл медведя не готовы опять мы мастеров нет третий лич протектор правда вот бесячий очень минус рейдер что делать только не бить лича он бьет лича а там койл просто бесконечный и дерево бьет с руки 60 70 нет это отдача нет нет он не останется понимает что нельзя там было сражаться но уже потерял двух юнитов много хп ай-яй-яй-яй-яй-яй еще минус рейдер лич а как так опять с койлом не поп не повезло блин личовка погибает дыка удыки блин больше ему некуда койлы кидать просто там лить жук у врагов либо в рейдеров как каких-то виверн либо в своего друга лича почему он не кидает в лича ошибается китаец ошибается и сейчас уже хрена с личовку восстановит в алтаре ой-ёй-ёй-ёй досада mpl можно сделать хороший оа по веспам потыкнуть под потыкать еще с рейдер ну тыкаешь пофтыкает висков нормально минус еще один медведь форме уже ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй да ладно да ладно вис под риджу вам нифига себе его прет у человека с там 120 хитов ему 400 восстанавливает мажор вот этот врыв был очень сомнительный до влечовку под дерево дерево урон 60 74 и он в полтора раза увеличивается по рейдерам там по соточке реально ты получаешь почти по у рейдеров там 600 дерево хоть и медленно бьет но очень больно пытается сейчас восстановится шейк перегруппироваться залезаться восстановить ману передать нужно еще ману жуку армию игрока атакуют нам виверны с ядом это хорошая сейчас тема то есть т3 виверны с ядом может и человек все равно по инерции будет какое-то количество времени строить строить медведей восстанавливать экономику нет вот с виспами беда с лесом беда 22 лимита на 50 а чё я переживаю тут шейк выигрывает он может сейчас быстренько с виверными прокрепиться когда доделается т3 тыкнуть яд армию игрока так он на самом деле может даже прийти убить сейчас особенно с иллюзией рейдера это вполне реально манреген мана бутылка что за маска кого мазать дк 4 лить сейчас будет 3 лишь против виверн 3 опасный очень но его все равно не лечат принципиально тут дк поэтому долго он жить не будет как мы знаем есть или порт отсюда только на телепорте надо будет уходить до понимает это все окай ловим нову к сожалению виверн замазывать надо уже поставила в арту видел иллюзию купить шкатулку выйти 80 ну тогда ему пришлось бы дома ждать но вообще постановка экспандент в такой ситуации когда у тебя лимит 50 для укрепления преимущества против человека который там протекторы упарывается дома это очень правильная тема сон с этой защиты ничего а ой ой а хочу им пыл то не попал о передал став но не успел стафануть дк умирает плеч как обычно тоже gg доезжаешь шейх не пропустил все укая что ну все блин православный финал час у нас хотя корейцы китайцы карета точно православных большинство кажется ну и если сравнивать при лиги но реинфорсмент и шейк будут играть в полуфинале чем шейк проигрывал первый матч а потом вот собрался взял корейцы православные что там католики насколько мне известно что в южной корее христианство является самой популярной религией но могу ошибаться надо гуглить для того чтобы убедиться буддизм в корее говорит что вы несете буддисты они буддист а там процент католиков там не православное там католическое но христианство получается да в 2015 году 56 приверженцы какой-то религия до буддисты на втором месте что вы несете кто там говорил что вы несете давай рамонт версия 2 а я помню да рамон твой комментарий пока заходим в игру короче христиане христиане мика говорит пишу информационное письмо для научной конференции с трудом сдерживаю чтобы не вставить в шапку кота христиане 29 процентов протестантов 18 11 ну 10 и 9 католики буддисты 22 ну 29 22 разница старкрафтеры южной кореи все еще очень а еще очень до хрена упоротых в край христианских сект так что вообще фиг пойми насколько они там христианин сколько католики мельком просто задел тему и сразу понеслась сейчас узнаем у цементу реинфорсмента какие как как он оценивает шансы привет михалыч столин говорит я думаю основать оппозиционные движения на гг можешь подсказать пару слабых мест в вашем режиме тебе лучше для начала присоединиться чтобы узнать изнутри потому что я же тебе все не скажу правильно так что рекомендую тебе или доверенному товарищу внедриться в организацию и собственно воочию я понимаю что процесс недолгий в смысле не недолгих внедриться без проблем каприкор нет 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 не прошли мы еще элден ринь самое начало неправильный ответ и выдают его дурные намерения мы не станем помогать напомню что именно столин 76 пытался организовать переворот на гудгейме свое время провоцировал создавал поднимал бунт организовал голосование но проиграл турин говорит наши внедренные агенты уже давно среди вас не просто же так гудгейм синий как цвет сопротивления что хамблби ты пропустил это столин давай-ка напомни к нам ну а верта выиграл ну лёша молодец лёша молодец мы с ним договорились цемент говорит цыган ляжет третьем раунде каприкор будет 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 ориентировочно завтра вечерком часов и так в девять лево алексеевич бляк бежит за гамера за гамеза наверно эндорфин говорит экспертная дискуссия на любые темы только на гг люди с двумя как минимум высшими образованиями проконсультируют у вас по любим по любым вопросам это верно а кстати не могу не вспомнить приятный момент мы там сейчас пытаемся расширить каналы связи там написали по старому договору в ростелеком где размещались помните написали в мгтс выяснилось что в мгтс работает тот же самый товарищ который когда-то работал в санкт-петербурге у провайдера у которого мы поставили свой первый сервак дополнительный помните экспант назывался сервер мы получили его от компании олди он стоил там типа 60 тысяч рублей что-то в этом роде и подключили к нему аж два гигабитных канала это просто космос был на тот момент и там шли стримы ну такие маленькие в окошечке стримчики такие вот выяснилось что там прошло 12 лет он перебрался в москву там работает в мгтс и как раз отвечает за за партнерские взаимоотношения вот еще мы отправили соответственно письмо в ртелеком который порекомендовал делаешь потому что этот этот дом ru это компания которые там коллаборации делают со стримерами дредовскую хату кажется поддерживал в общем они знают что такое стриминг и взаимодействует вот нас там направили к ответственному товарищу по каким-то ключевым клиентам поговорили с ним и он в конце горит михаил можно личную просьбу стримте почаще атр вот так что наши люди уже внедрились во все ключевые структуры и прорвемся надеюсь получится получить ну организовать нормальные ну каналы по нормальной цене потому что это та еще задачка на самом деле что рыночная стоимость бывает очень сильно варьируется за ту же самую десятку москве и веби привет тут у нас полуфинал уже до трех побед насколько понимаем так же как и финал для того чтобы минимизировать рандом если вам выпало что-то не то ну не тараться не тот герой чтобы был бы были еще проверки но оба игрока что шейк что реинфорсмент он же цемент они наши проводите агентурную работу не специально если вы провайдер или хостер мы ищем хорошие условия да мы сейчас думаем о том куда повставать куда там серваки кэширующие по поставить и вот в данный момент три варианты есть прорабатываем яндекс не проявлял интерес гг я запросил один контакту кузи он там работает прислал товарища а тот в телеге хоть и появлялся но не прочитал сообщение ну я помню что сейчас у яндекса тоже беда и видимо у них не приоритеты не такие приоритеты хотя я слышал и другую информацию о том что напротив сейчас компании будут пытаться свободной ниши оперативно занимать у меня знакомый один его станислав зовут вроде как провайдер с херри работает он в сбере уже работает как раз благодаря мантичу станиславу который сейчас отлично элден ринг проходит на sl1 на гудгейме мы встали в мгтс хорошо оперативно быстро только благодаря ему мантич низкий поклон как он любит говорить сто раз уже говорил что в той ситуации мы без него бы не верили о в мфом говорит привет куда куда-то он на иллюзию ведется здрасте михаил давненько в прямом эфире не попадал запись регулярно спасибо за положительные эмоции gg one love и можно ли стать инвестором гг скорее всего нет но 18 числа я буду в москве на первом в своем питче в сколково и мы будем знакомиться с венчурами потому что это один из сценариев дальнейшего развития событий да со стратегами тоже общаемся но венчуров не забываем так ладно давайте к игре а можно локальным инвестором стать гг по по плюсу да мы вам фишки а вы нам на ресурсы будем премного благодарны спасибо вам большое побежал футмен спасается попытка поставить базу довольно агрессивно шаг действует со своим грантом и иллюзии выиграл много времени палыч получает второй уровень на на рабочем зовут паладина аурист чистый чистый для паладина это нормальное имя наверное чистый чертова знает база будет у реинфорсмента он добавляет магазин ждет когда у него будет ресурсы для того чтобы начать строительство и при этом выходит в какую-то агрессию получится не получится вообще с архмагом приятно выходить в агрессию героя рейнджова элементали вызывает на данном этапе почти никакой расы кроме эльфов нет нормального ответа ну чтобы от элементали защититься но реинфорсмент немножко недоконтраливает футмена первого подходит что за игру попросил товарищ из мгтс не могу не из мгтс а из артельком атр он попросил транслировать вот как раз этот турнир варик он любит как и многие из нас это хорошо и очень приятно особенно когда ты сидишь там в своем небольшом мире и выясняется что какая-то от этого польза есть твайлайт я запомни хорошо каприкон говорит михаил и живо хатически единственная крупная просадка 7 в снг которые знают люди да если отключить youtube и твич номер 11 информации ну youtube это не наша аудитория там скорее на руту перейдут но да если смотреть на вас у них продукт похуже у них аудитории меньше коровой аудитории меньше и это правда сейчас очень хороший момент для нас чтобы там может привлечь что-то и расти нормально опалы джи может лечить орковских героев может конечно армию игрока атакуют смысл по типу же орковских героев орковских героев палыч может лечить все что живое и не механическое но в это то есть он единственно кого он не лечит это анделев и технику все там орки эльфы у и мощи плевать то есть он такой универсальный минус вышка архмаг телепортируется от хантер умирает так и выходит опять дк непонятно зачем здесь нужен дк ауру качать наверное надо было сразу ему магическую вышку цемент недоконтраливает по паладину можно было уже пострелять вдоволь мы за кого болеем тут очень сложно понять что происходит потому что и кто выигрывает пока кажется цемент отбивается он подрезал хэдхантера потеряв одного футмена подрезал гранта экспант у него по-прежнему работает а у шейка у шейка что ты два гранты рейдеры т2 поздновато уже на руках было 500 500 голды и 300 леса нельзя выходить цементу сейчас у нее такие битые футмены и вышка есть магическое куда полез непонятно дальше смогут пробить опасно добиндить сразу рабочих еще новых они очень битые там футменов нон-стоп штамповать тоже странно что он в такой ситуации не сделал еще дефенс это это значительно бы упростило ему задачу в эту борьбу против хэдхантеров вражеских да рада вайлдрок футменов натеряно очень много он кормит прям паладину когда кормил до 3 дк почти 2 при том что дк выходил первого уровня сюда то есть архмаг большую нвул есть он должен его и сзади ой вышки не до не отменяет не достраивается шейк контролит лучше реинфорсмента похоже герои пустые хэдхантеры пытались убить еще одну магическую вышку ай там вообще секунды были до строительства руки опускаются у рабочих герой прорывается за архмагом он вызывает элементаля рейдер рядом нет про продавили кажись продать сам закрыл своего архмага фермой бедолага ну ополченцы нужны ополченцы прибегают рейдеров бьют архмага гонят но у него сапоги от плюс каким-то чудесным образом отбивается от шейка цемент коня загнали и он лодка да здесь есть лодки еще блин у него все чуть-чуть вот понимаете чуть-чуть одна вышка не достроилась чуть-чуть вторая вышки не достроилась чуть-чуть архмаг не успел третьего уровня прыгнуть в лодку это вот чуть-чуть все шейк телепортируется рабочих тут ай из лав излавливают рейдеры стоят смотрим что у них здоровья нет и рабочие с руки могут там пары ударов убить раз на к восстание батраков шопинчик говорит приятного вечера я отходил из-за кого болеем как слова и сыграли не стыдно не стыдно было ему проиграть хорошие были матчи эльфов мне не дали ему правда тоже поэтому было интересно перебор по рабам на экспанде на золоте по крайней мере идет атака на мейн леса не хватает вообще как раз можно парочку до рабочих было перенести на добычу леса нейтральный герой смысле в случайный герой из алтаря а почему мы не архмага не почему марк мага не заказали в алтаре сразу но это ошибка то есть ну а как за это время у нас должен успеть ну должен был успеть выскочить 3 архмаг если бы он его заказал здесь там пока телепорт пока они добегают из одной части карты в другую ренфорсман страдает его грабят насколько я понимаю да да грабеж идет по полной программе рейдеры гранты пошла персоналка это архмаг из таверны вышки стреляют цветок лечения использовал ну чините ребята алё стоим ждем там рабочие стоят просто тупят ну поздно взялись 3-4 раба не не чинили очень долгое время одного гранта плюс они они же все это они половину ресурсов от от мэйна получили причем если я правильно помню то в мэйн входит и стоимость апгрейда то есть если это кип это вы получаете там не сколько там 380 да а вы получаете там 700 голды ну половину от 700 и все и вторая база тоже быстро ушатывается шейка ситуация устраивает гг да ну чуть-чуть 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 там вышка не догрызилась чуть-чуть архмага не доконтролил чуть-чуть забыл дефенс сделать чуть чуть поздно построил т2 чуть чуть не заказал архмага второго вовремя заново в алтаре очень много таких микро ошибок у реинфорсмента увы так а наверху интересно как с сыграл не очень долго турнир открывается не знаю почему да там и стейл проиграл к сожалению и впад проиграл второй полуфинал чисто катейский понимаете корейский китайский юмика против лолайта давно начала много пропустил в 6 часов вечера уже больше чем 3 часа идет трансляция васимис будет запись 18 говорят по и полу заблокировать средства россия на пайпал у нас была совсем небольшая доля единственно сейчас нужно понять как выплачивать призовые китайцам и корейцам но там есть вариант через union pay через там всякие локальные службы вот сейчас не совсем понятно как донаты из-за рубежа принимать это все равно не такая большая часть у нас была притока ресурсов но тем не менее хотелось бы хотелось бы эту проблему решить ну чтобы по картам из-за рубежа можно было но кажется свифт из-за блокировки свифт это почти невозможно она долго закроют откуда же знает вот тебе никто прогноз задавать не будет чем андер через бер по номеру телефона можно в китае деньги отправлять ну по избе по видимо или по китайскому номеру телефона можно отправлять да ладно по китайскому хамблби хамблби нифига себе ну тогда вообще проблем нет так давайте шейку поставим 10 хуман на хуман при том что оба они андеры ну может reinforcement эльф еще андет эльф иконку не андер ска стоит на gg так что скорее всего раз а также как у шейка у нее родная андер ска да сектор будем готовиться за кого болеешь ты скорее буду финале как-то откровенно болеть ну и шейка мы его часто смотрим и с реинфорсментом фуфа играем через раз а вот что будет финале скорее всего ла лает по скиллу будет повыше чем такой полуактивный емика особенно сложно определиться когда оба за хуманов играет понимаете ну и чё эльфов нет посмотрим ждем выхода первого героя ополченцы побежали сразу крепится что странно на мастерскую паладин и маутан кинг чисто хумановские герои что один хорош другой хорош паладин гораздо более пассивный но с другой стороны у атакующих заклинаний в два раза меньше эффективность по нанесению урона это общее такое правило если у вас куэл лечит 400 600 200 400 600 паладин тоже 204 600 то урон будет 100 200 300 да по юнита по герою еще меньше так что эффект по крайней мере от удара молотка будет слегку и компенсироваться лечением а учитывая то что ману палыча даже немножко больше не 255 кажется да маны то есть он более умный чем мк-то то но если вы я бы выбирал я бы конечно выбирал мку что те есть возможность вот так вот подрезать юнитов у тебя есть вполне реальные такой опасный клэп надо понять кто во что будет играть против мки например хотелось бы сыграть через через брейкеров да чтобы минимизировать вообще эффект от клэпа reinforcement идет базу ставить здесь тоже вроде судя по рабам будет строиться база да и потому куда направляется мк похоже что это экспант тирен привет я подустал немножко сегодня проснулся на удивление опять пол девятого блин рано потом устал отдыхать после после парилки как правило я такой немножко сонный вот но пока матчи неплохие неплохо поиграли впереди после этого полуфинала будет финал против либо корейского игрока либо против китайского по крайней мере будет за кого поболеть из наших оба ставит экспант вот и палыч весьма пассивный получается и герой мк может прийти там кинуть клопах там клэпнуть а паладин что он машет молотом долечит вообще он может отлететь от а он может диван поражать в тот момент когда в него полетит этот молоток от одного футмен отправить было на рабочих на экспант вот правильно делает сейчас шейк что приходит сюда странно что не прокачал клэп сейчас вот самое время его качнуть есть давай ну ну клэп молоток ману выжигают жену ну шейк ты чё а он ждал третьего уровня чтобы сделать второй клэп все теперь понял да ну подрезал рабочих я реально по это самое ну кинул бы молоток так быстрее убил бы у него на хватало из только маны выжгла вышка магическая сейчас бы 5 и пока реинфорсмент минусе к сожалению потому что он вражеский экспант не захарасил тут по крайней мере трое ладно двое рабочих футмен два раба и футмен умерла бегают футы хаос начинается надо ополченцев брать их уводить куда-то и думал текстовый поиск по с маленьком дорода это есть кстати в виш-листе у нас в принципе очень большие прописаны были планы как я вам рассказывал уже на мкл если пропустили послушайте не хочется во время игровой трансляции опять повторяться но надеюсь это исключительно вопрос времени когда мы начнем постепенно этого воплощать в жизнь мк навязает круги есть ботинки есть персоналка палыч тоже кстати весьма неплохо тут орудует рабочим надо лечить не успевают тут реально очень много движухи здесь мк с клэпом например одного футмена остановил второму тоже догонит обязательно его с много фронтов и и совсем не всегда успеваю что следить да похоже что шейк переконтроливает рабочих не хватает на золоте и вот а здесь все нормально видите они то помните встретились где-то приблизительно по центру и цемент решил отбиваться от врага шейк пробежал просто мимо и начал в экономику и вот с того времени не то чтобы доминирует но явно навязывает свою игру барать привет ну и как следствие у него там great на т2 раньше экономика лучше мк взял свиток убежал город в осаде персоналка магазин реген маны реген здоровья сейчас выкинет серпетку реген маны реген здоровья 5 реген маны можно еще взять да тут магическая вышка достраивается по четкому таймингу в результате reinforcement решает сразу поражать диван чтобы не терять ману надо лечить фута кстати почему не не тратит ману он же мог спокойно лечить окружает вражеского матун кинга но там инвул как бы тут паладин не оп молоток свиток лечения над делать а инвал прожимает спрячется сейчас просветка просветка ну молоток не прожал свиток мк пожадничал или не успел о господи вот это развод не должен был в такой ситуации здесь mountain king умирать у него вон в инвентаре на правом верхнем углу посмотрите у него свиток есть лечение он почти четвертый был вроде все рассчитал и спрят и окружилась спрятавшегося просветил инвал до этого вовремя прожала его отпустила увидел что ну попытался убить там через молоток палыча он еле успел прожать телепорт и все сделайте свиток и ты сильном плюсе в это время классное забегание от шейка в линию рабочих футменами магические вышки хоть и мега эффективны против героев и самонов они наносят смешной урон по футам 8 10 что это такое и экономика на одного футмена мы тут разменяли 5 рабов реинфорсмент дико позади по всем параметрам разве что герой у него был мертвый какое-то время второго второй герой demon hunter хороший выбор ну это не выбор это хороший в целом герой против того же самого паладина мк стелепортировался стелепортировался и не может выйти он слишком кость широкая он не может пройти вот здесь вот между лесопилкой и кузницей ну такой вот такая персоналка и казалось бы ну все нормально ну можно пройти лев александрич привет нет алексеевич алексеевич беляк щегол добро пожаловать последнее время нас очень много новых пользователей рекорды по регам по созданным каналам мк подошел клэп спрятался правильно все делает шейк очень правильно все делает сейчас еще один дроп минус парочка рабов хочу боится ну бах снова улетел красиво демон хантер соленого что-то делал я что ингарте с твича ушел залобала политика там ну еще стримеры пока не могут получить свои средства с подписок это потенциально воины моей революции что столин хорош уже это самое в сопротивлении играть присоединяйся к режиму пора пора начать приносить пользу общество как твоя бывшая например она же не это самое не забил она продолжает варкафт комментировать так в это время довольно опасный пуш прилетает от цемента потому что он остановился на т2 в двух бараках сидит и штампует рифлов и там пока не выйдут кони но кони уже выходят на самом деле демон хантер подставляется вот конь пришел смотрите какой урон по рифлу он по 70 урон влетает господи по 70 кони еле еле там всемиром достреливают еще опасный момент для шейка мк пустой рифлов реально много футмены как-то конечно танкует пришел прист вот нужно видимо сейчас крайне внимательно принимать коней паладин пустой димка врывается дача я думаю что на двух лошадках он отобьется ну потому что кони это имба как раз против против такого типа юнитов у них сразу great этот на клинки больше урон я бы рассмотрел это если бы ты убрал точку у меня в нике да можно убрать если не занят никнейм все вроде пуш запоролся переход идет в т3 и у реинфорсмента причем он ставит видите петуха авиарий авиарий как раз для того чтобы а паладин тут один убил какого-то вот этого нерубовского огромного паука фут мы с футменами разбираются и угрожают экономике но здесь другая проблема по рабочим вообще рыцари работают сколько там четыре удара нужно даже для того чтобы убить рабочего до 4 удара хватит ладно может 5 не 44 хватает в это время ну там конь перерезал всех рабочих на экспанде здесь врыв от т3 но т3 не готов димка там в в рифлах застрял кстати но он успел двух рифлов там став ой какая боль ну и все тут конь с футменом здравствуйте экономики считайте здесь нет здесь экспант работает ополченцы свеженькие прибежали от кого-то отбивались возможно от палочи инерфаер уже есть что делать еще до цемент пишет гг но на мой скот самый главный самый ну принципиальность разница в стиле вроде раз одинаковые герои сравнимые сопоставимые так скажем было в том что шейк играл агрессивно и ему удалось благодаря этому и по экономике ударить и замедлить технологии противника это ключевое было но пока 20 летит цемент еще шансы есть на камбэк но уменьшаются с каждым таким проигрышем р будет сегодня нет мид на и труд сегодня мы традиционно all the random cup смотрим каждое воскресенье регулярный еженедельный турнир на гг хорош призовой состав участников весьма весьма привет секс парадайз видишь какие тут люди в полуфинале играет знакомые но параллельно китаец корейцем играет юмика сплала это по счету пока не знаю что там у реинфорсмента выпадают андеда это реальный шанс вернуться в игру потому что впервые впервые попались попалась родная раса ему шейка хуманы подряд шейка тоже андед а можно ники писать одинаковые и все-таки в игре вряд ли в этом нет особой потребности во первых во вторых это требует довольно большого количества ручной работы от участников сложно будет контролировать это все эйр о райдер говорит всем привет все всегда раньше смотрел на ютубе сегодня первый раз приложение гг с телефона вывел трансляцию на телевизор все нравится интересно можно ли здесь записи смотреть и будете ли дальше грузить в youtube будем дальше пользоваться ютубом загружать туда записи у нас приложение записи нет из есть только клипчики кстати в андроидовском приложении а так конечно пользуйтесь качайте не устаю повторять что там приложение у нас бесплатные без рекламы даже без монетизации то есть там нельзя не подписаться не задонатить и наверно уже нельзя будет простым способом пока мы sbp шку не по не поставим ну через google play apple pay это сделать по понятным причинам вот а приложение до андрей виноградов доктор рей сделал отличное предложение предложение от которой невозможно было отказаться и продолжает разработку потихонечку у реинфорсмента первым героем будет тампатма форсир шикарный герой все и по дарбу теперь у него стренджевый герой и сам он и у него есть крепится может нычку ставить может а вот у шейка патма она довольно медленная если мы говорим о хумане то есть вроде как ты должен играть тогда через что-нибудь такое стреляющее стреляющего довольно много у хумана это тебе и брейкеры и рифлы и мортиры их и ястребы и грифоны но нужно выбрать что-нибудь такое против андета наверное все-таки это рифлы вот для начала возможно стоит поставить экспант хотя черт его знает против форсира опасно ставить эксп когда последний раз было больше 1000 зрительного реки онлайн растет что ли ну я уверен что на каком-нибудь там где мун хэппи играли там точно было больше косаря при сегодня еще и ютубчика по техническим причинам нет поэтому поэтому возможно те люди которые вот вот лишь написал товарищ что типа смотрел всегда на ютубе отма прибегает со стрелкой сразу начинает угрожать форсиру опасная по а очень опасная форсир он же тоже интовый у него тоже со здоровьем проблемы и и под масса стрелкой фактически не плюс 7 урона добавляется еще по героям пытаюсь понять кто здесь ай зигурат не отменил но reinforcement в целом лучше в плане мелкого контроля в контроля по юнитам так скажем то есть он футменов почти синхронно двоих подрезал здесь еще старается до контролировать одного сажать под морядашками с троллем они на пару пытаются уничтожить зигурат и получится ведь ну а еще минус 150 мутон мора это хорошее кстати замечание которое ты можешь просто в самом приложении оставить и разработчик это пофиксит ну чтобы не с того момента где кэш у тебя закончился с актуального места какой рекорд по зрителям на гг был я думаю что это были турки там 1180 было свое время но естественно там просто просто был хаос на трансляции они смотрели футбол они очень любят футбол мы с ними боролись они создавали новые каналы стримили туда футбол нелегальный мы им сували starcraft чтобы хоть как-то оккультурить ринфорс вот такой отчаянный у форсира там нет хп он так мансит мансит думаю сейчас я нейтралов разбужу и кидает делает выстрел по голему а у голема разговор короткий он на первый же выстрел по нему тут же кидает в лицо камень если фс не успел прожать телепорт то там бы он третьего уровня бедолагой остался спасибо за подробный ответ с часиком совершенно другой экспириенс интерактив прям да да трансляции именно интерактивом и отличаются от видеозаписи общение шутки приба опытки крабов ставят рим говорит смотрю с 2016 на ютубе основном записи живу в вашингтоне спасибо аспирант уважение бобры спать о риме благодарю благодарю турки до турки как-то странно что форсир не подлечился был магазин он мог купить жертвенный кинжал мог кому-то принести там скелет какой нибудь реинфорсмента видите рифлы пошли но и какой форсир бо бойкий волки вторые очень хорошо справляются с рифлами там бонусный урон они и в целом растут по дпс хорошо и крит у них появляются на втором уже уровне сикфол да мы ищем способов пока непонятно как это как это сделать лучше конечно если очень хочется какой-нибудь все внутреннюю нашу карту виртуально выпустить и с нее закидывать мы посмотрим на решение правда блин час совсем не до этого как сервис держал 180 как зрители тогда так мы сидели тогда на ростелекоме у нас каналу было где-то 140 гигабит а сейчас мы в мгтс вынуждены это было давно выкупает кобальда надсмотрщика у него командирская аура кажется баш у него еще есть перехватывает креста второй герой рейнджика рабочие какие-то это видимо такая пошла застройка да пуш с рифлами и престами да видимо видимо шейк решил под мо вторую ауру получает еще плюс 10 процентов урона рейнджового светокличей него цемента как же волки нарезают крит 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 там три крита было подряд реинфорсмент вроде отбивается а если он отобьется это уже почти победа такой ситуации армию игрока в бараке масса рифлов очереди просто сидят здесь приз не заказа заказа пошла за строечкам рабочие умирают нет тут форсир делает просто всю работу на самом деле он хорошо и по рефлам и по рабочим и по героям рейнджику просто за шафтил шикарно gg пишет шейк офигеть ну возможно согласно сыгла сыграла родная раса возможно сыграл реально очень хороший герой и то что цемент правильно пользовался фсом отконтролил вот красивым может быть к обычная чертова знает какие там дальше раз и пойдут вдруг ему еще разу кондит например выпадет но по-прежнему шейка шансов конечно больше потому что ему тоже родная раса не выпадала пока что андет на андет я думаю шейк выиграть и выиграет цемент сикфолд говорит тгв говорит что фс имба тгв фигни не скажет ну у него есть очень хороший опыт игры за рандом и он на атере я тоже весьма успешно отыгрывал ему самые разные герои выпадали форсирован цене чуть ли не лучше остальных ну разве что может быть дк за андетов ему зайдет лучше чем фс это реинфорсман который михаил фа выносил мы друг друга выносили то есть реинфорсман действительно очень часто заходит в фа и играем раньше не был реинфорсман с дефисом сейчас у него никнейм цемент это с как он начал играть на warcraft и чем я понял вот да он опытный фа ваша куда делся тгв больше не катает об этом тоже не упоминали вскользь мне нет информации кто-то сказал что он там перее переезжать собирался куда-то но куда я даже откуда я не знаю знаю что он не стримит сейчас два эльфа два эльфа да не переезжает тгв говорит рио гранса нет сегодня фуфа не будет мы потому что одну две карты посмотрим полуфинальную потом еще второй полуфинал нужно досмотреть если они там не успеют доиграть и после этого чтобы пять финал если честно я уже такой немножко клюю носом на фуфа у нас точно времени не будет но если мы планируем закончить до 12 часов шейка в интересном месте ставят сразу же аов показывая что более нагло что ли крепится собирается правда не совсем это а здесь может быть и есть место для того чтобы барак поставить возможно цемент не знает о том что можно ставить ближе вплотную ведь а разница существенная по времени носом клещи глить его ребята ждем первого героя игроки тоже такие собраны напряжены меня сегодня хороший герой выпадали против ну в принципе выпадали хорошие был там архмак таурен кто еще сегодня у нас был дредлорд весьма толковый реком говорит в душ не собирается на гг в душ опасается что мы можем не выдержать мы одного того душа выдержим но если будешь придет то за ним скорее всего подтянутся остальные там одно геройское сообщество будет с левым сиденом со сторонним сиденом мы выдержим тоже нагрузку но мне бы хотелось на следующей неделе уже побольше информации собрать относительно скорости еще дальнейшего расширения гг и скорости и стоимости процедуры об этом сегодня уже говорил реинфорсмент выкупает себе тролля весьма странный поступок на самом деле он видимо он почти не выиграл время хотя можно сейчас фоим страйк сделать и барак вместе с виспами сгорает кто добил лидж добил нет нет бладмейдж добил большого волка офигеть вот это врыв тогда этот тролль купленный в лагерь наемников абсолютно адекватный был абсолютно адекватный бладмейдж который провел большую часть своей жизни просто пока что в пути до вражеской базы ну в смысле до вражеской точки криппинга получил больше опыта чем лич backstabber мы вроде ее уже решали но если несложно напиши пожалуйста саппорт собаку днем точка ру так когда нагрузка ожидается я не за кадр нагрузка ожидается мы стараемся быть готовым ко всему вообще беляк еще один сантехник 63 здравствуй ой брат пришел стихо здравствуй привет стихо игрока кита план на травы имеется нет нет у меня как стримеры с никаких планов на травы не имеется строго мы сделали вчера выкатили интеграцию мышц стримером не запрещаем стримить на разные площадки можно и туда и сюда чтобы зрителей охватывать как можно больше на эксклюзивности мы в отличие от твича не настаиваем поэтому 2 сейчас популярный запрос и мы добавили интеграцию строго на гг армию игрока такую цемент кажется будет с двух бараков да не кажется а точно с двух бараков хантерскими давить шейк сделал разведку увидел но сможет ли он подстроиться как-то к этому пока я не вижу адекватного и подстройки вместо второго барака делает hunters hole можно через hunters hole попытаться там через пораньше болезнь но желательно против второго барака сделать второй барак план на травы купить и закрыть ядре не фенит счетом transcend какой кто кого кто кого купит у трова проблема в том что в хейде американский офис насколько я понял у них те же самые с проблемы с выплатами на данный момент но это можно решить я думаю если у них корни китайские то договорятся вот но до травы по сути это на данный момент самое самый близкий так пошли виспы застройка с с рашем с двух бараков blood match очень хорошо себя показывает в такой агрессии то есть он тоже герои дальнего боя со своим страйк куда-нибудь в арчей за за бубениц он очень много бегает вообще контролит плохо здесь reinforcement пошел дрейн снова протекторы строятся где флэм страйк я не пойму вообще постоянно арчей за закидывать твоим страйком полная мана уже вот сюда вот прям в кучу вот ну раньше надо было там в 2 вну вл а арчи там все равно будет какое-то количество урона получать из-за такбалисты первые же есть хорошо протектор достраивается тоже неплохо но там лич 3 а лич 3 это проблема ой какие арчи подставляются немножечко пытается ворваться под протектор подболисты но очень страдает лич очень страдают арчи кричат так минус 1 баллиста об нова хорошая виспа в арчу город в осаде второй герой бисмастер с медведями протектор все еще живой не знаю зачем вообще нужно ряд делать такой ситуации то есть вот чем те лорница поможет закажи ты сам баллиста свою поставь там 2 барак не знаю но но протектор маловато в данной ситуации чтобы чтобы продолжить осаду баллист нет потом ну и как следствие не может он быстро убить мунвеллы и похоже что шейк все равно отбивается в 1 очень битый может отлететь от ценовой лича если бы у лича было 125 маны это есть игрок дотом отвечает стриме дотом не вершинственно здесь и кидает но предложить что он пришел ты сам можешь ему предложить у нас если его хорошо знаешь скинь ему просто новости все передай информацию но у нас плане есть более целенаправленная работа сейчас некому этим заниматься к сожалению протектор пока стоит какая дриада вообще шей какая дриада что это вообще не каждый день его короче застраивают он на эту дриаду сравнительно бесполезную против застройки потратил очень много ресурсов ну можно было найти же деньги три арчи построить ну или там полторы баллист с учетом дерева естественно блин как же он страдает возвращается blood match полный у из мастер выпивает flame strike минус мунвелл как же на тоненького здесь игра происходит а кажется додавил реинфорсмент минус арча медведь выходит протектор успел восстановить половину здоровья это самое важное в этой ситуации все протектор не убить баллист уже 3 2 3 4 но откуда ты будешь тыкать здесь вот куда-то будешь здесь тыкать висков нового кидать просто армор до висков нового и ринфорсмент сравнивает счет 22 ну имха вообще лорница абсолютно не в тему то есть просто максимально бесполезное здание все что угодно арчи и баллисты второй барак все что угодно было бы лучше все этот все валится просто supply блок 22 на 20 против 40 лимита blood made что-то уже врывается где-то пишет шейк 22 22 22 22 kill me dead тоже беляк добрый вечер всем друзья добро пожаловать ссори что я такой сонненький сегодня может бахнуть чайку холодный чай вчерашний кстати я то я нормально очаглили хорошо тут 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 сразу подарок пикси пиксит пиксел ходим химгрей добрый вечер всем присутствующим здрасте здрасте друзья добро пожаловать интересно там корейцы с кита улала это ведет 20 вполне ожидаемо но если что я буду говорить что я проиграл победителю чемпиону все ко мне вообще никаких вопросов не должно быть reinforcement л а шейку выпадает в решающий андеры это конечно но справедливо потому что в результате на протяжении вот у них идет пятая карта один раз цементу упадала родная раса андеры и один раз шейку вот в этой пятой игре так что с точки зрения рандома все честно милиган говорит прохожу inscription inscription под твой стрим тоже с чайком зеленым чайок чайок и кажется с лалай там не справиться не шейк не цемент там нужен там нужен человек уровне тгв или нейтрон в хорошей форме ну или фогич которому пару раз эльфа из пяти выпадут матчи что лолита сильнее и вот она встреча реинфорсмент понимает что шейк андет охова лайныч привет добрый вечер тебе что делать ну отталкиваться от героя ставить эксп смотреть что делает андет экспант не экспант и пытаться его наказать потому что эльфа проще поставить и герой герой опять бладмейдж блин ну не нравится мне бладмейдж в против андеда патма ай в перспективе конечно великолепные герои для нежити рейнджовый под арбу струша тауры под арбу и под финдов и под дистров и под митвеганов если захочется очень хороший герой ну бладмейдж не знаю а он с под мой вообще как-то не не сочетается то есть ей ей он вряд ли что-то сможет сделать высасывание маны против нее и пофиг в общем-то ну чё-то у нее нет скиллов таких вот прям ей на стрелочку как правило всегда хватает маны банить ты ее тоже не будешь скорее всего ну это не не панацея два барака хантресы а то есть у нас как бы один вариант да реинфорсмент решил как бы она еще пофиг как бы какая там раса родная не родная я это самое армию игрока так хантресы вперед не доконтраливать немножко реинфорсмента торчу какой что жжет мунвелы свои теряет арчу ты не нужна тебе арча все сразу хантреску заказывай арчи прошлый век как же шейк на это самый на скеле разводит на практике на свои все скелета вызвал развел в разные стороны здесь один здесь 2 и все а реинфорсмент без практики на такие вещи ведется видите два скелета минус 2 виспа это вообще плохо это очень плохо владмейч нарезает круги у патмы с учетом того что она почти не крепилась только зеленую одну маленькую собрала уже почти второй уровень просто скелет вы щелкивают всех виспов бедный реинфорсмент он не успевает его на темпе убивают просто вот просто не успевает реагировать на действие врага и тут окружили ё-моё блин чувствую рейдж квит будет два барака тебя с одного слепа убивают там т2 уже наполовину а еще тут минус виск ха-ха-ха блин такая боль фоги болевнул уже сто лет назад сто процентов ну если бы если показался в такой ситуации он болевнул что при при прочих равных это все это реинфорсмент еще решает что не надо из двух бараков рашить уже и тыкать т2 но проблема заключается в том что у него по т2 4 виспа а нужно 7 а лучше 8 потому что как только ты доделаешь great у тебя будет там 200 дерева а те нужно сделать второго героя за там 125 тебе желательно сделать арчам great на дальность если они выживут после такого обращения еще соточка леса чакру мы тоже требуют но если у тебя будет хантреской лорницу бы хотелось бы там за 145 тоже построить если в лорнице будет играть будешь играть не будешь играть в лорнице будешь там играть там в веншин до винт например ну например вас в масс воздух но там чуть подешевле по лесу вроде как но все равно нужен короче уже я вижу жуткий дисбаланс между золотом и деревом 650 голды на 150 леса здрасте пожалуйста а продолжает скелет еще хах ну вот как это как это как это вот вот как это вот хотя нет успел молодец но здесь попроще было потому что у тебя фактически два места где ты контролишь а в тот момент там и один одна гулька гнала виспа здесь основная армия была зевнула кружили короче тяжело тяжело очень сочувствую цементу вот у него эти 200 200 леса на косарь золото к концу т2 проклятая арча кукушник говорит я отмечу что система повещения работает отлично шикарно я не знал что с ней какие-то проблемы были но хорошо армию игрока до flame strike хорошие от blood major у него нет телепорта но в принципе может второй раз своим strike бахнутся перед персоналкой рискует уже рискуешь мне что не выживет ну там осит кота минус армор плюс еще аура и там очень хорошего рон заходил да я понимал ему хотелось мне тоже кият я и озвучил что типа надо кидать второй я также сдох здесь вот от меня об осталось такое же кровавое пятно пытается восстановиться до и шинтовин достраивает виспов вынуждена понятное дело ну очень тяжело противнику выпадает родная раса ты не успеваешь потому что практике нет такое за на базовом контроле на двух скелетах четырех виспов четыре терять выходит масс воздух не знаю как его через перспективу по масс воздуху там под мафинды и армию игрока так ну разве что связки с своим страйком хотя по своим же будешь бить из-за сетки михаэл ты сегодня успешно проиграл достаточно успешно успешно я сыграл сегодня в два тура не в один выиграл арене куса и потом выпал на лалайта который скорее всего финале будет играть и ну не слил ему так скажем то есть где-то минут по 15 по 20 игры были ну конечно шансов было мало но лучше чем обычная на турнире играю но все равно естественно расстроился потому что беспочвенными беспочвенные амбиции у меня еще остались очевидно так ну что бедный гиппогриф ну вышли мозги по грифу фото на этом вот он львиный рог бы господи я бы вышел просто это такой развал ну ладно в бою справедливо рандом повторюсь и и реинфорсмента и шейку по разу выпадала родная раса и лалает 30 он юмику ушатал он вообще по всем прошелся 20 20 не идите у меня не было шансов на просто не было шансов засне 20 тут 12 ну что пожелаем удачи шейку да реинфорсмент в полуфинале это это круто это очень круто каспер 1924 говорит привет триггался еще в 2016 на гг но постоянно смотрел на ютубе а почему твой трансляции паркат очень помогает ооо спасибо большое после тяжелого рабочего дня немного отдохнуть от всех проблем благодарю тебя 94 на 10 лет ты молочи каспер я могу тебя называть щегол а ты вообще был в 2016 году совсем щеглом ты же было 6 лет назад но 22 года молодой не знаю говорит михаил как сейчас выплатами призовых иностранным игроками с какой-то обходной путь вот мы очень удачно по таймингу попали единственное что у меня с по прошлым заявкам мы должны были выплатить все до 10 числа но четырем товарищам из украины к сожалению выплатили среди них фоги вот завтра буду выяснять там есть альтернативные варианты сегодня сказать что китайским игрокам можно через по номеру телефон телефоновых выводить а что касается корейцев мы обычно с ними да и с китайцами тоже выплачивали им через paypal и нужно здесь будет находить замену какую-то есть вариант с union pay надо искать короче надо искать табакман привет скорее всего final 1 будет называться игра финальная она всегда так называется я зеленый говорит шоп пинчик да нет и не зеленый у тебя там статус особо у игроков флаги стали правильно отображаться да я думаю это зависит исключительно от там были китайцы с русскими флагами все-таки может и пофиксили может кого-то поменяли демон бонд говорит я регался в 2010 и так же смотрел только на ютубе теперь походу на гг наконец переберусь супер это хорошо я не знаю зачем смотреть на ютубе кроме кроме перемотки если у вас какие-то там технические проблемы с гг есть вот ну и в целом если есть трансляция на ютубе то вы на гг можете включить плеер ютубовский в правом верхнем углу и смотреть плеер ютуба и читать чатик гг ну и общаться в чатике гг черкают карты нет он мимо деды передо мной не надо извиняться мне ты это зачем мне главное чтобы отношение к к аудитории сайта было соответствующее на гг нет возможности смотреть в 14 1440 и выше а зачем смотреть 440 и выше если у тебя если стрим идет full hd 8 в 1080 эндив есть шансы до пандемониум говорит миша привет надо где-то написать чтобы новичкам было понятно что вы там говорите куда идет развитие новичкам куда чтобы но я во первых я приглашаю на трансляции по сайту называется мкл менять меняемся к лучшему есть записи вы можете их послушать по крайней мере последнюю запись обязательно нужно послушать для того чтобы понять что происходит следующим к л будет у нас по расписанию в начале следующего месяца в первую пятницу следующего месяца приходите тоже будет очень много новостей они уже сейчас есть разрешение же выше качество тоже не нет вместе смотришь стрим который в потоке 1080 то него и у тебя 4к может быть или 2к там есть конечно функции типа достраивание но в целом картинка принципиально лучше не будет это очень странная логика у тебя вот если бы я стримил в 4к туда пандемониум говорит я просто встретил новичка он типа зашел посмотреть ночью не понял что туда как ну бас табак он говорит хозяин хотел бы сказать вам респект чей хозяин а и там запятая нет нет это не я за то что вы делаете за риган с 2013 года отличный контент адекватной комьюнити так держать по поводу адекватного комьюнити держись возможно что-то изменится ну потому что у нас действительно взрослая комьюнити такое уже бородатая с вышками вот но нужно же нам нужен приток свежей крови правильно я уже люди начинают регаться новые стримеры появляются с контентом интересным по майнкрафту там рома было надеюсь вернуться барышни подтянутся потому что ну как-то нужно делать правильно там бассейн и джакузи а смр все это все эти прекрасные стримы нас ждут на гг помните что у вас есть избранное есть blacklist не жалуйтесь на то что у вас там на главной странице появился канал который вы не хотите смотреть просто его не смотрите потому что вот помяните мое слово через пару-тройку месяцев когда этого контента станет еще больше будет целое движение на гг из серии мы не хотим чтобы так было мы привыкли что это самое приходишь и там микер варкрафт стримит на первом месте вот потом там серёжа starcraft стримит а мне вот эти вот барышни с на 6 не нужны или там smr не нужен или и в бикини стримы тоже как бы это не православно это не по-гудгеймовский просто вот скриньте что называется и будет бунт староверой вот эти вот будут рассказывать что а раньше было лучше а кто допустил а как так не понимая что без новой аудитории не будет развития только не бассейн я бы не хотят ну вот понеслась так и будет говорит но 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 он ли forever пента говорит пошел покупать шест о еще гамовер горит микр со своим варкаут будет на дне третьей страницы да 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 наконец-то все уйду на покой погнали раньше было лучше да 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 так ну что у нас тут альянс на альянс лавлиет против шейка болеем за шейка вот так вот болеем за шейка это называется болеем ну ладно вдруг вдруг получится каспера говорит сколько раз пробовал же не объяснить смысл варкафт но тяжело сказал что еще сына хочу научить игре ближайшем будущем малом три года вот это нормальный подход вот это хорошо мкл переименуем в раньше было лучше или поменялись да может быть пит лорд выглядит гораздо более полезным особенно против хумана почему потому что потому что у тебя ополченцы против сплэша футмены против сплэша очень много мелких юнитов на которых работает вот этот вот прекрасный сплэш от пита ооо прибегает шейк форки там добивает вообще классно ворвался да добил получил получил экспу на самом деле можно загнать его даже с большой бутылкой маны можно загнать пит лорда окружить могут ползи ползи родная ползи не мкл а рбл раньше было лучше прекрасно концепция нравится я поддерживаю идея правильная пит еле живой футмен 40 китов 28 нага пытается прорваться пит лорд на 5 хитах выживает как ну пустите футмена одного он там справится второй футмен побежал зеленый а нага пошла сразу перехватывать его на мейн ооо лови его лови 23 урона давай удар 2 и 3 на она подрезана футмену памятник дома поставят там шкаф такой просто в 4 метра а он его как сынка класс я верю в шейка теперь все вообще отлично базу поставил сам в агрессию вышел главного героя убил нага 3 застилил юнит а лолита что лолита растерялась ребят лолиты называют лолай это в Китае это автоматический перевод ничего такого тем более в корейцы не обижаются рабочие возвращаются нага приползает надо бы сейчас форкит на последние 110 маны кинуть и прожать молодец и прожить бутылку нычка не достраивается рабочие все полегли в попытке да ну нага очень конечно битая ну хорошо тайминговый магазин у нас есть экспант работает с горем пополам лолайте сейчас на костях просто достраивает эту базу 1 2 3 4 5 6 7 8 рабочих умерло 8 рабочих плюс герой орион стрим привет это 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 тет так говорил да и вот так вот что то что то в этом роде я не помню точно непередаваемые гласные были нага очень хорошо затарилась пит лорд опасны потому что зеленые но уровень не очень высокий армию можно было футменов кстати зеленых сразу отправить на экспант пошел оригин вот чё поленился не поставил тут вышку хотя бы одну сейчас придется терпеть хорошо что сам послал футменов отбиваться вот это грамотно все нага здесь хауль пошел шейк контролит армию форкин хорошо так может все таки еще минус фут вообще из отбивается шейк книгу даже прочитал ты невероятно это высочайший уровень исполнения ребят футмены работают по линии здесь а кстати пит лорд а у нее инвул большой он не боится быть окружен инвул тут футы отступили надо будет вернуться как ополченцев отпустят атакуют блин бедные рабочие страдают там футы возвращаются ты два есть ты два нет тут два барака город в осаде но два барака не спасут я думаю ну потому что пит лорд пит лорда ничего делать как же он сплэшит с руки михайло вы видели шейка вживую или хотя бы на фото нет кстати шейка кажется не видел ни разу но он игрок насколько я понимаю сравнительно новой школы и мы с ним точно не не пересекались аааа тут нага пытается пока у противника нет магазина загнать его куда то она не увидела куда пит лорд убежал видимо надо к магазину было возвращаться резко пит не успел какая нага же быстро давай влево ну угадай угадай что он там не угадал но в это время футмена тут с сражаются с переменным успехом а вот с форки там хорошо получается пит быстро восстанавливает ну не быстро но пытается восстановить здоровье рабочие тоже терпят не нага хорошая посмотрите четвертый уровень наполовину пятая пит лорд то третий хоть пит лорд третий да и экономика у лалайта скорее скорее отсутствует чем присутствует на экспанде то точно тайминговые вышки здесь здесь уводит рабочих здесь футмены побежали надо нагой опять восстанавливать ману и жизни и отбиваться от питана экспанде армию игрока атаку атаку где форкин интересно или он ждет третьего нет не ждет третьего правильно делать что не ждет третьего здесь к сожалению тоже проблема у нас футменами ну отбились на мэне убили часть рабочих ой часть футменов нага почти пятая на пятом будет сто процентов третий форкет а у третьего форкета двести семьдесят что ли урона по трем разным целям армию игрока атаку мне кажется да там начинается со не не уверен я стоит сто десять а вот а вот что там по кажется двести семьдесят или двести сорок или двести семьдесят мне кажется урон так питлорд не должен уйти да он не уходит минус питлорд четвертый нага пятая да ну футмен их долбится что ж поделать бывает такое впечатление что на третью стрелку взял не третий форкет нормально уважаемые эксперты можете написать форкет как по уровням идет по урону я ставлю на на сто десять сто девяносто двести семьдесят как то так армию игрока атаку ну приблизительно персональный телепорт на а на сюда странно стелепортировался форкет форкет имели и раньше музыку сейчас тоже музыка хорошая очень то что вот мы поиграли в resident evil там музыка музыкальное сопровождение такое прекрасное в элден ринг в dark souls 3 послушай основную тему в dark souls например вот возьми реально наушники вот возьми наушники введи где-нибудь на ютубчике dark souls 3 main theme семье и послушай трек от начала до конца стилистически очень будет похоже на альянсовскую музыку живые инструменты живой голос а 85 160 250 250 не 270 250 85 160 интересные шаги потому что разница между первым и вторым 75 и между вторым и третьим получается 90 пауэрбэнк для ноги вышел да 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 blood match очень помогает да гг лавлиет пишет но у него в целом все все хуже позже т2 хуже экономика из-за экспанда ниже уровень героев в целом вот эти вот последние моменты попытки развести они отчаянные были ну типа вот футменами там куда-то забежать по сути шейк все прикрыл ведет шейк ведет 1-0 причем он не играл за undeadов они играли за одинаковые расы я с main theme souls вообще балдею да очень крутая и кстати тимми мента один из пользователей сайта сделал вместе с девушкой одной не то что вы подумали вариант этой темы чисто капелла тоже классно скидывали делились я ходил на концерты музыки из игр там была тема из dark souls это было нечто там инструменталка такая прям ух так что не надо говорить что раньше было лучше возможно это просто сейчас не ну не уделяешь так много внимания выходящим новинкам или не так не такой впечатлительный уже так вот потому что ну музыканты тоже растут о к лавлеет андет я ждал что шейка повезло музыканты растут те люди которые там писали сопровождение музыкальных там к первым ну тот же ромеро да они же продолжают творить так скажем послушайте там ремастерд comment and conquer там тоже же музыку переписали прям я слышал их молодцы ребята как сказал классика вообще ребята магида да 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 как же блатборн музыка не ну я тут во первых все не вспомнил во вторых вкусы и в третьих как бы столько столько всего столько игр да если вспомнить какой-то из сравнительно недавних игр меня меня особенно захватил музыкальное сопровождение но я не помню в какой а ну можете послушать саундтрек фростпанку тоже почти беспроигрышный вариант стилистически прямо попадание в точку то есть там струнные минор напряжение все прям под под обстановку фростпанковскую музыка во фростпанке наверное самая сильная часть игры на мой взгляд так что это тоже сравнительно свежие игры ну и второй фростпанк выходит насколько я понимаю так давайте шейку выдадим заслуженное очко и бинга говорит раньше мир в целом был лучше потому что был белый гг качо гг говорит очень круто сделано в приложении появление чата на свайп да там можно и по кнопочке и по свайпу что-то шейку а это это у реинфорсмента был часто в двух играх против шейка как раз а у уловли это дк за андедов все куплено да каспер это было очень давно спасибо что помнишь ну ладно посмотрим шейк ставит эксп против андеда это самое то но он правда не знает что это против андеда он просто ставит экспант и побежал сразу на вражеский эксп потому что черт его знает против кого он играет можно успеть помешать противнику прокрепиться но лала это очень везет ну дк за андедов это так увидел блэд мейджа ну ясно увидел дк такой ну ясно ну там нет ауры вряд ли окружат а а он просто прочитал блин что что там эксп ставится и побежал сразу харасить может быть надо было сваливать всеми пытается свалить а а спрятался в этом почему футмены не увел но сейчас же ближе будет ко второму леву дк а а надо высасывать срочно а и спрятался какой грамотный лала это видели тут же просто тут же и гулями уходит ооо хотя бы одну кульку окружить ну нет нет получается что нет пошла лесопилочка а че это получается мы прожимаем т2 или убиваем и заказываем рабочего и ставим базу все равно а еще минус рабочий дк пока не второй доставим x похоже рули забегают на мэйн есть с кем отбиваться там есть и битые рабочие вот эти вот по которым лала это не будь дураком хотел поработать блог владмейч кое как отгоняет грязных векс битых гулей тут нет смысла я думаю окружать деку у которого и так плащик имеется а и хочется поставить экспе непонятно как это делать Ну, сейчас второй уровень, таки Мы могли этот момент отсрочить Если бы увели футмена и рабочего отсюда Что дальше? А, да, там глаз у него есть вообще Окружение могло сработать хорошо Фреби говорит, мама в детстве давала Только на навигатор без дисков, Фреби Во-первых, маме привет Во-вторых, теперь я понимаю, почему ты так часто Ставишь мне краба У тебя было реально тяжелое детство Хотя мог бы там подсуетиться, не знаю На завтраках подэкономить Стеклотару поздавать Теперь все встало на свои места Ну что, Шейк пытается Пытается окружить Гулька Ой, ну Шейк молодец Видно, что пытается, старается Первый раз по телевизору Смотрел на навигатор игрового мира Или на телевидении Было такого, может Нет, это был Это был журнал Навигатор игрового мира Такой передачи А такой передачи я не знаю О, а вот мы и зажали ДК Опа, он прячется в плащик А у нас глаз есть И... Телепорт Это... Зря он отдал столько хитов В попытках убить рабочего Я думал, один сдавал бутылки Когда малой был Потому что такие бородатые люди сидят Иногда в чатике Но это реально было выгодно Особенно если бутылка из-под молока Ты приходишь, сдаешь То можно было обменять сразу На бутылку с молоком Которая вот с этими С крышками из фольги сверху Как футмена приним... Беги, родной! Беги! Пытался вырваться шейк Не получилось Я у подстрешного на Игромире Навигатор по 20 рублей покупал О, я помню У них же... Да У них же был небольшой тоже Как правило, закуток За инфропартнерство И там всегда можно было встретить Подстрешного, Бойку Ну, авторов там Соответственно Я помню, помню На Игромире они В какое-то время Просто каждый год Участвовали Шейк купил себе гнола Гнол хорош Он сдаёт всем ауру Десятипроцентную Флэмстрайк Я боялся, что Флэмстрайк вообще против Шейка Обернётся Потому что у него там рабочие Но он их оперативно убрал С добычей Сейчас, правда, подгорают Немного люди Третий Бладмейдж Ну чё, отбиваемся, что ли? Т2 есть Тридцать четыре лимита На тридцать пять Но там Т3 И дистры готовятся Вот это проблема Это прям проблема Но Шейк, кажется, знает Что-то Догадывается, по крайней мере Добавляет вышек За кого болеем? За Шейка, конечно Слушай Во-первых, Лолайт Меня сегодня убил 2-0 Во-вторых, Лолайт По классу По соло По крайней мере Выше любого игрока Который на данном турнире Принимает участие Ну, потому что Он сейчас, не знаю Как в этом В десятке он должен быть Лучших игроков мира Вот А Шейк, ну чё, Шейк Простой российский парень Работяга Андед Ему Андеды не выпадают Он Слушайте, а сейчас опасный момент Сейчас Френзи Из нас съедают Просто, нет? Блин, мы не успеваем Ой, ГГшечка Чёрт А, Бладмейдж Отменилил ещё Флэмстрайк Возможно, специально Чё, приехали Немножко не успел По таймингу Бладмейдж Напоследок Делает Флэмстрайк И ГГ Блин Поболено Эндив говорит А в восьмом классе Всеми пацанами Дружно экономили на обедах Обожар И обожрались Очаковского сидра И джентоника На огоньке Да, эти первые попытки Совладать с алкоголем Такие постыдные Нелепые Детский сад Никаких резистов Ещё тогда не было Понимаете? Ни массы Ни резистов Телепорт прямо в лобе Это next level Да, play 1-1 Будем надеяться, что Шейку Раса Хотя бы Раса его родная Выпадет Это сейчас резистов Нет Чётко вливаешь Весь день Следующий умираешь А мелким было норм У тебя с массой До сих пор проблема Я немножко Ошибся с этими С С десятками При взвешивании Думал, что Я сбросил 5 килограмм На самом деле Я набрал 5 килограмм То есть я сейчас вешу 79 79,80 кг Просто свинья жирная Набрал за последние 2 года 15 кг Я не знаю, где они Щучек вроде нет Как у Бонича Пузико тоже вроде Не это самое Не выделяется А рост Рост от дилда Та еще Да, я высокий Да, метр 90 Но, блин 15 килограмм Где они? Скажите, где 15 кг? Вот представляете Тейка наберет 15 кг В жопке Так, а что это за билд От шейка? Вы посмотрите Ламбер мил Он сразу пойдет в Т2 Похоже Без барака Миша Вот старкафт и варкафт Это же по сути одинаковые игры Нет Но старкафт больше упорно Макро Да Но почему варкафт такой Варкафт тогда такой убогий Что? Вот тебе пример Даже в доте Где ты управляешь одним юнитом Ты можешь добавить Неограниченное количество юнитов Варкафте нельзя А можно человека удалить Из этого Из чата? Так Мое серьезное знакомство С алкоголем Началось в 13-14 лет С граненого стакана Самогона В качестве закуси Белый блин Со сгущенкой Блиин Так как организм Не понимал Что это Отторжение сразу не было Через 40 минут Накрыло знатно Грэнсон говорит Я раньше кактусы В компьютерный клуб Кактусы в компьютерный клуб Сдавал как оплату За игровое время Или люди думали Что кактусы От радиации спасают Интересно спросить А где ты кактусы добывал То есть явно Что ты их не выращивал Ты где-то подрезал Скорее всего Где ты подрезал кактусы Эту старую рубашку Надень Поймешь Где 15 кг Я не обновлял Ничего У меня рубашки Все были С запасом Поэтому все нормально В 5 лет Перепутал стакан водки Это да Это классика Демон Хантер У Шейка первым А тут СХ Какой же замечательный Герой у Лолиты Ну вот Шейк Здесь явно не угадывает С Что? Как-то так можно? Блин А нет Барак Я просто барак не заметил Извините Я думал он играет Просто знаете Рабочий Лесопилка Соло-герой Экспанд Т2 Ой Да нет Просто барак Поставлен был наверху Все стандартно Не ну серьезно Почему нельзя добавить Много юнитов В одну группу Почему нет Ход кейф на позиции камеры Почему нет Ход кейф на позиции камеры Вроде есть Но и они не особо нужны Потому что здесь не такое макро Ты по сути даже если захочешь В мега макро поиграть Ты можешь тремя биндами Все сделать как надо Нет безграничных групп Как во втором старкафте Потому что в варкафт Игра более старая И все равно группа по 12 Это был шаг вперед По сравнению с Хотя в первом старике Тоже группа по 12 человек Но смысл в том Что в варике лимиты меньше Здесь юниты плотнее Занимают В среднем больше лимита Раза в два А большой лимит В два раза ограничен Плюс еще есть дополнительные Ограничения По Обкипу То есть тебя тут не поощряют Выходить из лимита То есть никому Никто из нормальных Профессиональных игроков Не жаловался Что у него Больше 12 юнитов В бинд не помещается Потому что 12 юнитов Ну два героя Там тележка немножко Финдов Это уже рабочий Лимит 50 Между прочим Ну так Это Я тебе базовые вещи Рассказываю Но Странно что Ты с пренебрежением Говоришь о вещах Которые не понимаешь Ну то есть Резко очень Резок в суждении Обычно это Проходит Но я бы тебе Прямо сейчас поставил щегла Щегловатость Признак щеглизма Щеглистости Варики 2 пачки Хватает за глаза Варики 2 пачки Это Предпоследний лимит Ну зависит от того Какая пачка У орков Одной пачки хватает Потому что юниты А приори Жирнее А где монхантер Выходит к сахе Сзади на криппинг Криппинг очень опасный И понимает Лолита Что не стоит Вписываться Наверное Димка подрезал Подрезал книжечку А футмены Орудуют На экспанде Шейка тут меньше Армию игрока Атакуют Ну ладно Не хватает 12 юнитов В группе Альянса 16 хватило бы Так это даже вредно Одну группу использовать Как ты собираешься Перед разнотипными юнитами Переключаться Тебе желательно Сорочки и присты Нужны в отдельной группе Для быстрого диспл И быстрого слоу Чаще всего Люди используют 2-3 бинда В играх Ну я имею ввиду Те кто там Вот Это нормально При 2-х При 3 биндах Тебе вообще за глаза За уши Всегда хватает Всего А при 2-х Может не хватать В лейте Когда ты там Из 80 выходишь Короче Ну базы что-то спорят Я не пойму Не пойму Реально Я не могу вспомнить Ни одного Ой какой хороший Берн Кажется он не добил Только Красиво было Но не эффективно Не могу вспомнить Ни одного Профессионального игрока Который в интервью Реально жаловался На то что Блин Бинды 12 юнитов мало Если бы это реально Было проблемой То В одном из Там не знаю 80 патчей Которые были за историю игры А игру патчили активно В первые там Не знаю 4-5 лет Особенно активно Проблему бы Исправили Какая же тут борьба Нешуточная Разворачивается Рядом с нейтралами Сыхав в зоне риска Димка проклят Сыхав Выскакивает Из Ой Дима под курсой Ой Сейчас получит выстрел Нет Вообще он может Выиграть Если курса не будет Сейчас если развернется Если развернется Блин Димка Ты же можешь выиграть 60 на 90 Нормально Если мисы не будет То У меня родители Прятали провода От компа Я проволокой Подключался к розетке Немного в шоке У нас та же самая тема была Та же самая тема Даже разок пробки выбили А тогда пробки были Знаете На медной проволоке А мы мелкие были Не знали как это пофиксить Мы использовали Например Полотенце влажное Которое клали в морозилку Для того чтобы ЛТэшный монитор Прикрывать Такой полувлажной Выжатой Но влажной тряпкой Чтобы пластик не грелся Потому что Одно из Ну Пароль компа Понятное дело Клава С Ну Ты на нее там Что-нибудь Пыль Какую-нибудь делаешь И видишь какие кнопки Были использованы Пароли ломались Ключи На системнике открывались Естественно Чем угодно Там не было замка Что там еще было Клавиатуры запасные Мышки запасные У нас были Когда поняли Что Нас братом не остановить Они просто Проверяли Использовался компьютер Или нет По монитору Ну Получаем люлей Понимаем Как систему обмануть И пошло Вот полотенце Которое Кладется И ты знаешь И ты знаешь Что Что там Полчаса Можно нормально Играть И пластик И пластик Не будет Греться Вот Мы были Такими Отъявленными Блин Отшибленными Что Когда нас Первый раз Убрали Выключили Убрали шнур От монитора Мы загружались Вспоминали Какая директория С играми По Этому В Нортен Командере Помните Эту штуку Запускали Игру И пробовали Играть По звуку Ой Блэйдмастер Слушайте А мы тут Выигрываем Кажись Так что Нас было Просто не остановить Шейк С третьим Демонхантером И с Лечевкой С затаренной По полной Программе По мане Ой Нова Какая Классная Банчи Минус Берн Прописать Молодец Хорошо Ворвались Так накуролесили Одного героя убили Несколько хюнитов Подрезали При этом у нас Экспанд работает И вы помните Что Опачки А тут уже Петухи Готовятся Здесь правда Тоже Т3 Но У лала Это нет Точных данных Я думаю О том что там Про Сложное действие Тебы Да нет Нет Совсем Я с Это правильно делали Что ограничивали С компьютерной игры Использовались Как мотиватор Мы отлично учились С братом Вот Мы разбирались В компе Мы там Знали Как поставить Установить Как прописать Что прописать В автоэкзеке Что в конфиксисе Как за это самое За Освободить Память Чтобы тебе Хватило На русификатор И драйвер Для мышки Нормально Хорошее детство Не жалею вообще Спасибо родителям За это самое За За компы Которые у нас были Самые разные Причем И спектрум И четверка А потом первый Пенсиум Слушайте Шейк Красавец Уже с грифонами Начинает Показывать Лалай То что он Очень сильно Отстал Лалай Пытается Через Получается Вертолеты Законтрить Грифонов Хотя Подождите Здесь у нас Проблема С С Экспандом Тролль Не является Панацеей Против грифонов У него Тяжелый Армор А вот Шадоу Хантер На самом деле Очень хорошо Со змейками Грифонов Контрит Врывается Шейковский Конь Здесь один Грифон Должен Отбиться От футменов Из-за Магического Урона Один Конь Тут тоже Справляется С рабочими Он значительно На две головы Выше Чем Ополченцы Грифон Разбирается Такие Плюхи Прилетают Сверх Бах Бах Экономика У Лавлиета Страдает Хотя на руках Два косаря Но Проблема С деревом Который Он отчаянно Пытается Решить Со штамповкой Рабочих Но здесь Тоже полегло Такое количество Людей Посмотрите Раз Двадцать Четыре Пять Четыре Четыре Двадцать Двадцать Дюжина Дюжина Самых разных Футов Рабочих Интересная Заливка А там Нет добычи Золота Потому что Золото Ла Лайту В данный Момент Не нужно Ооо А я Как-то Зевнул Третью базу У Ла Лайта А это Прям Может быть Переломным Моментом В игре Вертолеты Не в массе Грифоном Проигрывают Потому что У них Та же Самая Тяжелая Броня Которая Получает От грифонов Двойной Урон Нет Трансляции На ютубе Будут Просто Технически Сейчас Проблемы С Ретрансляцией Или с Ютубом Не знаю Последние Там пару Дней Нестабильная Работа Часто Спрашивают Но спасибо Вам большое Что Смотрите Зашли На ГГ Надеюсь Кто-то Из вас Освоится И останется Не хватает Разведку Шейку К сожалению Вот Если бы Не База Не Было Ее У Него Была 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 Выигрышная История А Сейчас Еще Надо Посмотреть Вертолеты Размениваются В минус Грифоны Доминируют Пока По воздуху Питлорд Страдает Так Минус Первый Грифон Блин Ну Были же Бутылку Пита Коняшку Можно Отстрелить Блин Ну Лалай Это не просто Конечно Очень хорошо Контролит И вот Эта база Она Все портит Нам Просто Все портит Да Шейк Кажется Проигрывает База Полухалявная Если честно То есть он Еле-еле Отковыривался На мэне Очень долгое время Здесь вообще Эти две вышки Не являются проблемой Там для Трех-четырех-пятерых Грифонов Они в два залпа Каждую Ушатываются Спокойно В телегу Рестрим будет Кстати Это тоже Вполне Стримеры могут делать Трансляции в телегу И раньше могли Сейчас еще Есть более детальные Настройки Насколько я понимаю Хорошая тема Тем более ТГ Как вы понимаете Такая Стабильная В России Штука По тихому Договорились Очевидно Поэтому Будет работать Стабильно Ну все Здесь толпа Коней Хорошая Контра Против Надо еще Сделать пару Грейдов На атаку По вертолетам Если мы хотим Хорошо Этих Грифонов Убивать Грейд на сплэш Вертолеты И грейд на урон Гранцы Нет Я не видел Такого У меня небольшая Выборка Так у тебя будет Трестим Не знаю Я думаю Я думаю Я думаю Что не буду Распыляться И заморачиваться Сейчас Ох ты Вертолеты Залетают Грифонов Смотрите уже Как А где сплэш А там сплэша Нет А там сплэша Нет еще Вот он Сплэш Только доделывается Вертолетам До сплэша Лучше не ввязываться Телепорт Пошел Став на коня Пытается Отступить Но Шейка Все плохо Главным образом Из-за этой Третьей базы Он проигрывает По лимиту Он проигрывает По Не проигрывает Но близок По уровню героев Пытается Вертолетам Дать отпор За счет Осадных машин Танчиков Но Уже контроль За происходящим На мой взгляд Полностью Перешел В руки Лолайта Он понимает Расклад А уже И по лимиту Видите Какая дикая Разница На руках Ресурсы Есть Пошел Грейт На вертолетике Первый Тоже правильно Дима Что там Левель Сультает Затащит Слишком Много У него Этих Людей Людей Которые Отъедают У него Уровень И В таком Лимите Как правило Будет ушатываться Все в ноль То есть Очень быстро Умрут Грифоны И очень быстро Будут умирать Этих Рыцарей От вражеских Грифонов То есть И там И там Икс 2 Урон И с таким Преиму И с таким преимуществом По лимиту Лалает Скорее всего Просто Это У нас Грифоны Пошел Телепорт О Скелет Орка Защитника Восьмой уровень Интересно Что он А он Койла кидает Скелет Кидающий Койл Ну Хотя Да Рейтер смерти Тоже Андетт Нова Скелета Бьют Восьмой Он стоит Прям Как Как Три рыцари Наверное Сейчас будет Койл В этого Оп Да Ну Сейчас Шейк Посмотрит На ресурсы Поймет Что Вот эти 5-6 Косарей Разницы Это Это не Харас Это не Харас Со стороны Лалайта Это халявная Блин Третья база Которая Стояла Работала И В определенный Момент У Лалайта Просто было Все плохо У него Не было Добычи На мэйню У него Были Убитые Герои У него Скопились Ресурсы Не было Леса К сожалению Такие Вот халявные Базы Они Они Очень часто Особенно Когда Они очень часто Решают Знаете Когда вы Играете Именно На ЭТР Как это Не странно Я объясню Почему Если вы Играете Стандартной Стратегии Против Стандартной Стратегии Исчезновение 2-3 юнитов В определенный момент У врага Ну то есть Вы понимаете Что на данный момент У него должно быть 5 финдов ДК Тележка И выходящий Второй герой Да И вы видите Что у него Там меньше Или Ну И вы должны Сразу задаться Вопросом А почему И именно так В стандартных Темах И вычисляют Экспанды То есть Как только ты видишь Что противник Почему-то Либо его стиль Изменился Более Так он СФО начал играть Либо у него К этому моменту Должно быть Теоретически Армии Это побольше И ты сразу Понимаешь Что здесь Вот А в АТРе Игра идет Максимально Нестандартно И где-то К там Не знаю Какой минуте К пятой Шестой Когда все Уже там Подразменялись Там герои Какие-то Вообще Непонятно Что происходит Ты абсолютно Вне Понимания Четко По Происходящему То есть Я уверен Что Шейх Не знал Что там Два косаря На руках Было У Ла Ла Это Ну Ну Потому что Там Контроль За ситуацией У тебя Ой Надо поставить Упс ТТ ТТ Сори Килл ХФ Вот Вначале Когда еще Стратегии Не были Оточены Когда у игроков Практики было мало Я помню Экспанды Заходили тоже На ура Вроки Заходили на ура Вначале ТФТ Но по мере того Как оттачивались Стандарты Стандартные Стратегии И ты понимал Что вот это Типичная ситуация А эта Ситуация Отклоняется От нормы Ты мог без разведки Предположить Что у противника Что-то не то Либо у него там Тэг более ранний Либо у него Экспанд там стоит Какой-то Ну Если у него Просто там Юниты Он недозаказал У него на руках Деньги Все равно Лучше Перестраховаться Значит Человек просто Может играет Чуть хуже Не успевает Немножечко Вот А здесь Два косаря На руках Третья база Даже разведки Нет Даже Ну Даже Сомнений Не было У Шейка На протяжении Там Десяти Последних Минут Что надо Проверить Третью базу Очень много Нетипичных Ситуаций Ла-Лайт Играет За Хуманов Шейку Не везет Ему ни разу За эту серию Не выпали Не выпали Андеры Почему и обоих Игроков Пинг 60 Может Кстати Шейк Находится Где-то В центральной России И они Выбрали Хоста Такого Ближе К Азии Я не Посмотрел На самом Деле Какого Хоста Они выбрали Чисто Географически Но это Очень хорошо Если Пинг По 60 Это Сейчас Бой 2 на 2 Шейк Выпадут И он Вытащит Ну хорошо Что и Ла Лайт У эльфа Тоже не падают И Мирор Шейк Хумановский Выигрывал Ну не Не прошлый А поза Поза Прошлый Так что Действительно Шансы есть А Шейк Из Новосиба Ну пожалуйста Новосибирский Шейк Ждем Героев Более чем Уверен Что Особенно На этой Карте Они оба Будут Стараться Ставить Экспанд Асап И Соответственно Стремиться Разрушить Вражескую Экономику Демон Хантер Кстати Не в первый раз Против Блэйдмастера Вот это парочка Оба Кстати Не очень Хорошо Подходят Под Хуманов Потому что Лечиться Сложно Очень сложно И того и другого Лечить Это вам не орки За маской Это вам не Эльфы С колодцами Это вам даже Не андеды Со скелетами Которые Впитывают Ну это потом Обсидианка У тебя появляется Это блин Суровые Суровые Хуманы Которые идут В экспанс Соответственно Престы поздно Которые могут Лечиться Только через Свиток Регенерации Ну криппинг Уже отличается И по какой-то Причине Не побежал Шейк Ставить эксп Он делает Разведку И бежит В сторону Противника Блейдмастер Второй Димка 1.7 Уход Винвок Не успел Сделать Берн Блин И оба Решают На этот раз Не ставить Быструю базу Ожидая Видимо Сверхагрессии От противника Вообще Класс Вот это Майнгеймс Оба идут В Т2 Вот так вот Ну реально Они видимо Предположили Оба Что если Я сейчас Пойду А противник Будет играть Агрессивно То я От экспанда Могу не отбиться От своего Или например Действовали по логике Я не буду ставить Свой эксп А попробую Сыграть Агрессивно Ну и оба Подумали Как нибудь Вот в таком Вот духе Зачем нужна Дота Говорит Мехпаника Ну да не Дота Это веселая тема Социализация Происходит Все равно Командная работа Ты фактически Заставляешь Людей Которые Друг друга Ненавидят Добиваться Общей цели Как бы Пошутил Не помню Какой никнейм У товарища Про Про Это Про Бухгалтеров Про Про Бухгалтерский Отдел О Окружение Шикарное Лала Это Заставляешь Людей Которые Друг друга Ненавидят Ненавидят Друг друга Еще больше Не Ну Скилл Растет Все равно То есть Если ты Играешь И стремишься Это же Общая цель А для Достижения Этой Общей цели Тебе Так или иначе Нужно Взаимодействовать С другими Игроками Поэтому Школа Социализации Ну да Такой Своеобразной Социализации Ой-ой-ой-ой-ой-ой Блэдмастеру Сейчас бы Пробежал Димка Это был бы Конец БМа Потому что У него не хватало Маны на Винвок Здоровья у него Тоже нет Это минус Телепорт Сразу на Мейн Там лечиться Как-то Заметал Что почти Никто не Возвращает Пизантов Из милиции К работе Перед смертью Когда харасит Нет Иногда Возвращают Я знаю про разницу И большинство игроков Тоже знают Ну Хуманы Точно знают Что есть разница Между Там 25 И 40 Что-то В этом В этом Вроде Вот Но Всегда Есть шанс Сбежать Ополченцам Ты можешь Успеть Сбежать Возможно Это Мотивирует Если уж Прям точно Уверен То да Дефенс Какой-то Странный Против Троля Видимо Ох Туфли Ловкости Выпадает Да Ла-лайт Конечно Огрызается Очень классно Хороший Берн На 7 Ну Хороший В скобочках Кавычки Точнее Хороший Выход В Т3 Касл Выход В Т3 Касл Неудивительно Что Оба Пропускают Стадию Отрицания Стадию Т2 Потому что Если вы Все-таки В Арканке Идете В Брекеров Идете Очень сильно Завязано На мане А Т3 В Африке Т3 Это стафы Они универсальные Это возможность Выйти там В любого Из там Трех Четырех Ну Наиболее Универсальных Тоже юнитов Это типа Конь Огонь Грифон Ну там Может танчики Какие-то В зависимости От ситуации Ну вертолет Опять же Тоже со сплэшем То есть Смысл в том Что Ты не привязан К регенерации Маны Не обязан Упарываться В Арканке Хотя Допускаю Что пропушить Можно через Кастеров Здесь Кстати Шейк играет Через Арканку И Один Барак Ну скорее Просто через Арканку Дима рядышком Блэйдмайстер Третий Потмана Потму У них вообще Какие-то психованные Я думал У меня глючит уже Не две потмы Казалось бы Рандом Одинаковые расы Очень близкие герои Вообще Демонхантер И Блэйдмайстер Как вы знаете Вообще Чуть ли не братья Это самые Наверное Близкие герои По Да По всему Разве что Паладин и ДК Концептуально Тоже похожи То есть У них Статы Почти Один в один Ну правда Там были в конце фиксы Но в целом Они различались В одну единицу силы В пользу Демона Хантера И в одну единицу Ловкости В пользу Блэйда Пассивка у них Кажется разная Типа криты И миссы Но по эффективности Одна Одной тоже На самом деле Оба огильщики Урон различается На единицу Ну просто А скорость атаки Тоже там Типа До одной десятой На одну десятую Различается Из-за Одной единички Ловкости Или там на две Не знаю Помню Не помню точно Прям Но Ну и потмы Как бы тоже Такие все Они абсолютно Абсолютные Близняшки И у того и другого Бесполезный третий скилл Который никто не качает Ну не скажи И Иллюзии Во-первых Качаются Даже на про уровне Сейчас Потому что Их сделали В полтора раза Дешевле 125-80 Сейчас Эмаляция Была Мега актуальна Например Против Хумана Который ставил Экспанд Через Виспа Персональный телепорт Димка в эмаляции Врывающийся в рабочих На мейне Который застроен Там были возможно Ну я согласен Что эмаляция Это такой самый Очень странный скилл Демон Хантера Он прогорает Он просто не Не сочетается В целом С колодцами Этот скилл Он подразумевает Что ты лезешь танковать И при этом Ты еще тратишь Колоссально ману То есть ты просто Взгораешь О фаерлорд Ярожар Выходит Кажется Патма Вытаскивает Большой инвол Тролль падает Первый коник Куча малайк Гигантский краб Идет в атаку Как кстати В этом Велден Риме Тоже Огромный краб Вызывает сову Не знаю зачем Вот спросите Зачем он вызывает сову Зачем ему вообще Здесь в принципе сова Ладно бы Ладно шейку сова нужна Для того чтобы Блэдмастера видеть А что эта сова видит Лучше стрелку бы взял Конечно Ооо Ох не успел Размножиться Огненный элементарий Не согласен Насчет одинаковой пассивки Или данная полезность Пассивки увеличивается С количеством атакующих Самора будет всегда Быть одну цель Да Да Это верно А как иллюзии С передлинком взаимодействуют Они же больше урона получают Они больше Но связанная цель нет То есть если ты думаешь Что Из-за того что Пролинкованная иллюзия Ну Урон будет удваиваться По По этим По целям Нормальным То нет Оно так не работает Я не знаю Как можно Лалай В такой ситуации Выиграть У него Фаерлорд появился Не хухры Мухры Здесь Рейнджер К3 Что он вообще может Капюшон из ворот Вести Блэйдмастеру Обязательно нужно Брать Фаерлорд Такой побежал Серьезно Отдай Агилу Блэйду Слышь Деловой Идет такой Ему тоже мана Пригодится Вообще Если говорить О процентах То Конечно Если вы возьмете Этот артефакт И дадите Фаерлорду У него там ДПС увеличится Типа На 20 Там Сколько-то процентов У Блэйда Ой Какие 20 Там 37 Что ли Я смотрел Плюс 6 Агилы Дают Фаерлорду Но это из-за того Что у него базовый урон Невысокий И добавление 6 единиц Урона И там еще Скорость атаки Оказывает такой Серьезный эффект Вот Но В абсолютных величинах Блэйд конечно Больше выиграет От увеличения Агилы Чем Фаерлорд Потому что По крайней мере У него Есть пассивка Криты Которая От Агилы У нас скелется Насколько я помню Ну Скелется И от урона И от скорости атаки Может просто Тут уважение Ярожару Ну что Купим Коуминцы Юниты 6 левела Не покупает Сова Алалайтовская Грамотно летает Постоянно За Лалайтовский Краб Диверсант У него Задача Отдельная От основной Группы Он Убивает Алтарь Какая-то здесь Позиция Хреновая Оооо Сорочка Грамотная Иннерфаер Слушайте А тут ситуация Хорошая Шейк Очень четко Уводит Потму Из-под удара Сайланс Отличный И нормально Все Иннерфаер Ржет Шейк Отбивается Хорошо Уверенно Отбивается Правда Краб Убивает Ополченца Второй Мстит За своего Друга И Краб Не справился С миссией Уничтожения Алтаря Снял Не так много Здоровья Да Но Стоит Сразу Посмотреть На Эксп Это Конечно Беда И Не дай бог Сейчас Шейк Опять Повторит Эту Ошибку Он Может Сыграть Сейчас Недостаточно Агрессивно Например Хотя Вроде Все Идет К тому Что Он Идет В атаку И Убивает Ну У него Иннерфаер У него Здоровые Герои Противник Его там Харасить Вздумал Да Че Ты Боишься Че А Ждет Своих Кастеров Видимо Да В идеале Ты делаешь Разведку Тем более У тебя Под Ма Есть Димка Под Иннерфаером Вообще Псих 10% Урона Плюс Пятерка Армора Пятерка Или Четверка Раньше Точно Пятерка Была Пятерка Армора Да Иннерфаер Круче Бладласта По боевым Статам Как желает Просто Иллюзии Дурит Шейка Шейк Бросается На мейн Патма Подставляется Аккуратненько 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 Сайленс Хороший На блейда Ну Берн Давай Берн Почему Кстати Берн Не второй А он Эвейджен Второй Взял Какой Псих Димка Со вторым Эвейджен А тут Высасывать Не перевысасывать Под Мас Полной Маной Даже Пофиг Что у него Стрелки Нет Все равно Ты урон Наносишь С руки Там 70 За Один Берн Хорошо Сражается Блэйдмастер Отдыхает Он Восстанавливаться Пробует Но конь Работает Над тем Чтобы Задержать Его Все Надо было Тыкнуть Под мой Чтобы Вообще Он Не вышел Из этого Состояния Под Морейджека Должны Сейчас Бить Блэйдмастера Скорее Всего Чтобы Просто Никогда Не вышел В бой Снова Он Выходит Все Таки Он Не справился Шейк Убивает Коня Под Получает Третий Шикарно Лалай Теряет Еще Одного Коня И Пошла Разветочка Случайно От этого Коня Которого Отправляет Нет Ну Правильное Направление Было Слышишь Блин Шейк У Шейка Очень битый Герой Как бы Сейчас Нееет Как он Отбивается Вообще Без кастера Без иннерфаера На каком-то А На элементалях Отбивается Собака Элементали Расплодились И все И Армию Игрока Атакуют Ну Это Очень Было Подло Со стороны Коня Конечно Ну Где Вот Сова Развечится Проверить Базы Ну Ё-моё Дима Подставляется Очень Опасный Момент Сейчас Очень Опасный Момент Свиток Боизнуть Свиток Молодец Можно Посражаться Даже Тогда И Сейчас Просто Лолита Отстроиться Может Потому Что Экономика ТХ2 Оба В Апкипе Экономика Икс2 60 Лимита Улала Это Уже А у нас 54 Да У нас Более Технически Продвинутый Лимит Но И более Битый Посмотрите Какие Битые Кони Ё-моё Ё-моё А где Ставы Ни одного Става Нет Капец Высасывай Ублайдай Высасывай Ману Ублайда А тут Ставы Надо Халявное Лечение Там Просто Стады Коней Грейды 2-2 Но тут 3-2 3-2-2 Очень Битые Кони А там Здоровые Зеленые Шейк Старается Inner Fire Контролит Ну Бёрни Бёрни Блин Блэйд Отступает Какой У нас Всё Красное И опять Домой Там Всё Зелёное Ну Что Я могу Сказать Шейка Победил Экспанд Дважды Дважды Победил Экспанд Обидно Он Он Душил Вот Здесь Уже Всё Уже Уже Всё Прям Всё Прям Всё Всё Цветокличение Ещё Один Слоу Слоу А вот Лолайт Проверяет И главное Те ничего Не мешает Савата Есть Саватам Бесконечные Ты же не через стрелку Через ауру Через сову Да Всё Вызываешь Сову Проверяешь Убиваешь Один Пущенный Вовремя Сюда Юнит Решил Решил бы Исход Этой Игры Так Обычно С экспандами И бывает Жалко Капец И Дима Тут Чемпионит Просто С отличными Предметами Но уже 72 на 51 Не в нашу пользу К сожалению Рабочие Умирают Димка Подставляется Става Нет Дима Минус ПП Блин И Ла Лайт Со счетом 3-1 Одерживает победу Над Шейком Ну ничего Он посмотрит Демки Увидит эксп Сделает вывод Поймет Ну Это как бы Даже тут Аналитика Никакая не нужна Всё на поверхности Ну что ж Поздравляем Ла Лайта С победой Друзья Я пойду отдыхать Уже голова болит Если честно Увидимся с вами Завтра Ориентировочно В 9 часов Вечера Может чуть раньше Минут на 20 На трансляции Ориентировочно Elden Ring Как только определюсь Сразу вам напишу Пильну анонс Благодарю вас Что смотрели Запись на ютубчик Сейчас поставлю Заливаться И Благодарю за то Что сегодня Особенно вы активно Видимо из-за того Что с ютубом И ретрансляцией Проблем какие-то были Смотрели стрим Здесь На Гудгейме Ге-ге Ге-ге Пока